короче материалов вот с одной стороны у нас висит короче такая целиковая пластиночка но она понятно будет это отталкиваться с другой стороны у нас тут уже набралось несколько штук короче разных других короче этих алюмишек она толщиной примерно где-то там ну около 4 миллиметров наверное вот и сейчас мы будем ну сейчас товарищи запили и мы будем пробовать боюсь короче ну такой да приличный только там ну около ста килограммов у него тяги вот такой ну мы его это другим короче не одеваем таких как ручку просто используем короче да и будем тыкать а так друзья всем привет давно уже не то что давно на 4 уже не видались наверное да всем привет уважуха короче и так далее да а я сделаю звонки остальным которые не расслышали ну здесь вот сейчас у нас человека привет и я в двух вот а в чем речь сейчас я вам включу демонстрацию экрана для ознакомления короче со всем этим кстати включил запись так что вот учтите никаких секретов супер не выдавайте ну понятно короче да секретарь секретарь о чем эксперимент что за эксперимент эксперимент смысл в том каким методом получается пропиленная алюмишка сейчас мы точно самое сделаем на ваших глазах пропиленная что, Володя? алюмишка а, понятно ну, это, я так понимаю в какой-то степени повторение эксперимента который где-то больше года назад делал Ловчиков ну, этот классический эксперимент из учебников где есть кольцо сплошное и кольцо разрезанное ну и по-разному реагируют они на подвижение магнита ну, вот вариант этого эксперимента я понял так только с разными конфигурациями этих пластинок к которым будет подвижаться ну и, соответственно, нужно будет объяснять почему так одни ну, понятно так, сейчас я вызываю еще дополнительно из тех кто почему-то пока не явился просто еще добавить здесь основники вот, дополнительно, появился Суарин дополнительно Пескалев появился Златомир который где, вот сейчас Златомир находишься в Белоруссии и в России еще не секрет Так, Кашпурин Сусов недоступны видимо работают как говорится работают с документами наверное ну, износ работает не, Кашпурин это точно не надо Сусусов то еще более-менее адекватный ну, он, похоже третий день работает с документами Долго вам еще перед образцами Вы там сейчас все весь металл перепеете не останется на другие эксперименты У нас закуплено точное количество потепела А вы пока можете теоретически рассказать там нарисовать схему документ например если есть чем рисовать и где рисовать А, кстати позвать сюда ритмодинамиков или не стоит их беспокоить Юрий Николаевич ну, я не знаю если ему делать игры то, наверное, можно тоже, да Наверное да, конечно он тоже нас ждет затмения сейчас позовем А улки более зеленые так что позовем Скажу, что мы готовим тот ритмодинамический эксперимент он сразу прибежит Нет не ритмодинамический а ритмомагнитический Ну я там скажу что я ошибся оговорился на самом деле магнитический так что-то тут этот самый барахлит скайп в очередной раз как-то он называется странно она она вон вон нет самая тонкая а у кого сегодня ютуб барахлил у меня сегодня как-то ютуб что-то не развивался или или у меня обезьяна с молоком была да а что было а да обезьяна да точно точно это значит по всему по всей России что ли заблокирован был ну да частично наверное так что скоро блин наверное ну грозятся грозятся да так еще раз добавляю а то первый раз не получилось о теперь получилось железяки да нет железяки железяки вообще не вопрос как раз примерно надо так железом здесь 500 показывает с другой стороны 100 ну то есть понятно другие металлы есть медь там не знаю бронза серебро золото алюминия или все из алюминия собрался что там две недели торчать короче алюминия и железа у нас мало вот золото у нас завались алюминия алюминия нет на самом деле есть короче такая фигня и из меди и есть из алюминия и вот сейчас вот решили подумали короче то что там в ролике короче все это дело железякой короче магнит обогнут сейчас мы его тоже попробуем обогнуть и посмотрим разницу есть давай пока без железяки пока без железяки да и сами эти плашки тоже можно делать побольше поменьше и тоже будет разный эффект таки да а можно даже вообще не плоский а там просто провод повесить чистый провод например тоже будет реагировать ну ща пацаны допилят вот у нас есть коромысло такое да две палочки короче посередине шторопластовая пиздюлина там маслицем помазанное и все это дело мы одеваем на иголочку Лавана маслом мы не мазали я помазал помазал да сейчас начнем экс и хочется самое главное мысли товарищей просто услышать какого хрена короче таким или таким методом это все дело воздействует ну так тут видишь смотри собрание умов какое колоссальное всем привет друзья мы вам все сейчас расскажем ну да а то мы не понимаем короче что-то блин поэтому помощь нужна это ну помощь объяснение есть альтернативное объяснение есть наконец ритмодинамическое объяснение и есть самое правильное это суставское объяснение ну вот это то что есть из чего выбрать потому что как бы когда выбор блин ну выбирать не из чего то особо и думать не об чем а тут как бы мнение каждого очень интересно кто как думает почему так происходит ну да мы относимся ко всем мнениям одинаково как-то сейчас говорят это толерантно вот никого не расстреливаем но все равно предупреждаем что если они будут слишком активно агитировать свою тут кстати ошибочную теорию разлагать тут мы их все-таки накажем в конце концов но не сразу лопату и на на торф разработку это мягкое наказание а так лопату и скура теория короче лопат тут самое сложное это как понять именно то что кто-то говорит неправду тут это же как бы не мы ну как бы не на рынке блин который блин там один человек вешает короче килограмм отдает другому потом тот взвешивает а там короче полкилограмма тут же такого не проверишь мы все-таки более-менее как-то к науке это все дело привязываем как это понять а в науке есть правило суслов всегда прав ну тоже ничего я согласен молодец на иди море ну на пыль пыль смоем пыль на пыль ну тут у нас некоторые товарищи камеры боятся вы не пугаетесь если вы смотрят в камеру все кломаются объективы а ну да если нет проблем наденьте эту вирусную маску оденьте на все лицо и вперед мы вас не опознаем я я понял технологию да можно и у меня у жены кстати она же у меня военная она постоянно вводит с тобой противогаз а там картонную коробку можно приспособить дырочки прорезал картонную коробочку и надел на голову ну ладно да это мы сейчас подумаем короче как нам с этим делом поступить чтобы это все было либо картонную коробку надеваешь или маску или противогаз да да на рот и нос маску а на глаза очки темные ну ладно для чего надо смотреть то зачем позволить ну сейчас вот там видишь там целая бригада металл пили сейчас что-нибудь покажут нам какое-то предисловие сделать стой смотреть может знаешь пока вообще кто-нибудь ближе к тем товарищ Турин специально для вас еще раз сейчас ремикс включу на что мы залипли на сантимент тут короче здесь вопрос который до сих пор затуманен и академики не могут ответить что происходит а именно как возникает токи в металле при приближении к ним магнитных материалов то есть токи фуко какой силы в какую сторону крутятся и вообще это токи или это может быть даже и не токи да кстати да а кто сказал что это токи а вот в учебниках написано ну что в учебниках написано есть отличный эксперимент между прочим берем трубу и берем магнит вот и пропускнул ну круглый магнит который меньше диаметр чтобы он в трубу туда влезал и начинаем его пропускать вниз и видно как он тормозится в трубе интересный интересный вещь тоже вроде то что развивает ток лифуко можно можно исполнил вот тут у нас в линейке присутствует златомир белорусский ау можно услышать голос твой привет всем ты пока еще в россии или уже белоруссии отлично а у тебя эти экспериментальные материалы остались то что помнишь мы там крутили с кругами магнитными там интересные были эксперименты да есть разные эксперименты что надо как что надо вот видишь у нас сегодня экспериментальный день сейчас ребята будут показывать стоки фуко в разных вариантах а ты бы мог если конечно это все под рукой показать фарадеевские понимаешь юлиан какой прикол я сегодня если честно полдня разбирался тоже стоками фуко как бы прикольный момент нашел алло выключите микро телефон у кого-то звонит значит а расскажу немножко у меня есть мощный неодимовый магнит в виде шара с диаметральной намагниченностью такой прикольный вот и стало интересно вот его проверить на токи фуко на больших медных таких как бы пластинах вот и интересно что когда опускаешь его боковой поверхностью он по пластине залипает скатывается равномерно а если опускаешь его полюсом то он скачкообразно начинает двигаться ну такой интересный я даже хотел видео снять но не успел слушай а как тебе удалось его намагнитить или такие уже продаются шары намагниченные продаются в москве как-то был там проездом и купил себе два шара больших таких 30 миллиметров диаметре вот и он себя ведет очень интересно как бы на диамагнете а мы похожие эксперименты проводили там года не знаю два даже может быть даже три с андреем московским но там мы катали что там мы катали не шарики а цилиндрики катали тебя кстати нету цилиндриков под рукой шарик интересный юлян у него да его можно прокатить во всех плоскостях я понял сейчас вроде хочет что-то показывать вон там рукой руками машет что было в ролике а мы будем тупо смотреть и на две плосины вот одна короче полосатая такая прорезанная у нас это вот будет и вот одна целиковая ну как бы понятно да перекладинка для чего сделано перекладинка перекладинка короче из зубочисток больших сделано для этих для ну для металлическая не металлическая короче для этих для больших гигантов короче которые раньше существовали они такими зубочистками зубы чистили ясно ясно вот все у нас более менее сбалансирована короче вся эта затея вот такой вот коромысло крутится вот грубо говоря вот от дуновения вот и есть у нас вот такой вот нормальный магнит короче ну которым можно в общем-то счетчик остановить прям практически что водяной что указывает что электрический просто в лед а володя сейчас идет запись и без таких вот этих самых секретных методов пожалуйста слушай а если делать наоборот начать не самого сильного да а самого одного маленького кроникова начать с маленького потом больше и больше мы это пробовали не просто что ну не на самом деле не не буду скрывать это на самом деле это все дело как бы эффективно работает ну с большими магнитами то есть мы и на маленьких пробовали на маленьких работает но почти не видно вот как работает сейчас вот у нас нашу так сказать как правильно экспериментатор лаборант лаборант да вот он сейчас вот проводит вот то есть от от обычной железяки он в общем-то отталкивается короче понятно а могли бы пригласить лаборанточку какую-нибудь а лаборанточки короче пока все разъехались короче по этим по югам ну по другим лаборантам да и по другим лаборантам ну да а так мы можем конечно и лаборанточку использовать но ярослав петрович у него там главный штаб лаборанточек поэтому а его сейчас нету и поэтому как бы он же там по всей россии собирают 500 женщин в каждом регионе он реально короче вот ну тянется к этому вот магниту а вот что значит тянется он идет за удаляющимся или притягивается реально вот притягивается то есть вот ну даже если его медленно подводить короче к магниту то все равно он вот это вот прорезанная фигня вот вадик попробуй вот просто подведи ну близко вот он он реально туда притягивается да хорошо бы это проверить ну не знаю на столе может ну как то по-другому что именно притягивается может быть там какие-то искрапления ферромагнетиков не чистый алюминий нет вот мы взяли две пластины короче из одного алюминия отпилили их в одной короче нафигачили ножовкой прорези другую просто отпилили то есть вот ну был единый кусок алюминия да но он бывает это дюраль алюминий конечно это сплав он бывает что чуть-чуть ферромагнетика бывает попадает наверное это не совсем чистый алюминий да ну не знаю с медью на самом деле происходит практически то же самое притягивается там точно есть какие-то ферромагнитные включения видно что притягивается то что в ролике тоже зависит от чистоты материала а у вас есть медные пластинки чистые есть медные а вот попозже посмотрим на медных и там будет я думаю другой эффект не медные нет у нас толстый но у нас только толстый нет у нас вот ну вот этот кусок алюминия ну и чего не-не-не-не-не без движения очень медленно прикасайся и почувствуй что он притягивается так-то понятно что действуют эти токи фуко а вот именно протяжение как ферромагнетик не чувствуется он должен да прилипнуть ну как по маслу сейчас дай-ка я не так а делай в эту грязь в общем где-то я не вижу что там показывать вот вот так вот и можно поднять я сам себя не вижу на экране Юлиан включи нас на экран чтобы видно нам потому что я не помнимаю в кадре не в кадре вас прекрасно видно только руку вот так и повыше и все видно да вот так отлично то есть по идее он должен подняться с руки правильно хоть чуть-чуть он вообще не реагирует в этом месте если он не реагирует значит хороший чистый алюминий а вот то что у вас там висит там у вас не очень чистый это была пластина вот 20 сантиметров от этого же отрезали да от маза не проходит да на иголочке все висит поэтому чувствительность там сумасшедшая да так ну и так друзья вот показали вам вы экс вот марка тут мысли марка алюминия еще ближе позже АД 311 да 31 АД 31Т называется алюминий а может там и есть она тогда с той стороны тоже действует там еще больше там еще больше а не еще медиаху повесим будет то же самое да тут не вопрос как бы сейчас медиаху повесим что вы вот это мы в тот раз вот эту тонкую пробулю у меня чуть у меня на это еще потолще есть АД-31Т, соединение трёх металлов, алюминий, магний и кремний. Не отведёшь, она прилипла. Только фукой, это надо очень медленно. Вот есть посерьёзнее, короче, да, этот, ну, кусок меди, такой, достаточно жёсткий уже, всё. Часть с него, короче, перенёшь. Попробуй магнититься, не магнититься, сейчас начнут. А то вдруг он магнитится, да. Вдруг магнитится, да. Ну, мало ли там, что на нём стоит, написано. А качество производства мы не учитываем, не знаем, какие могут быть там в нём примеси. Ну вот даже просто алюминий, я вот когда близко магнитно отношу, я его не в состоянии оторвать, а пришельшую железную, правильно? Нет, вот если быстро относишься, это уже действует только фуко. Даже медленно смотри, вот медленно, видите, то же самое. Ну, это фуко сейчас, вот там я вижу, есть промежуточек, да. А если взять вот маленький, грудненький, слабенький? Нет, я вижу промежуточек, плотную точно так же, вот я приблизил плотную. А, нет, промежуток в любом случае появляется, да, согласен. Так, ну опять, о чём речь? Сейчас мы пока медяху запилим. Давайте подумаем, что происходит-то. Количество прорези увеличило притяжение. Силу воздействия. Да, когда у нас в два раза меньше, это притяжение было в два раза слабее. То есть на пяти миллиметрах действовало, сейчас уже на сантиметре. Нет, ну это нормально, когда немагнитные материалы, если к ним приближается магнит, то в этом материале возникают токи фуко, и по всеобщему закону всемирному ньютонскому возникающее поле от этих токов фуко даёт силу в обратном направлении, чем мы пытаемся вот магнитом давить, да. То есть при приближении отталкивается, а при удалении, наоборот, как бы притягивается, да. Это нормальное явление, как бы давно изученное и всем известное. Вопрос, я насколько понял, возникает. Я, насколько понял, вопрос возникает. Почему этот же материал с прорезями притягивается? А, я не заметил, это с прорезями было, когда показывали, да? Да. Тот лист алюминия, который без прорези, который сплошняком, в нём токи фуко, он отталкивается, находясь на расстоянии там, несколько миллиметров, он отталкивается. А тот, который с прорезями, он притягивается, он притягивается магнитом. Вопрос, он притягивается магнитом совсем прям, ну, прилипает или на расстоянии тоже находится? Ну, вот видишь, тут надо бы этот магнит поставить на какую-то подставочку, чтобы она не колыхалась никогда. Подвести, потом от листочек отпустить. И тогда будет видеть, что она притягивается, либо это в токе фуко. Вот надо поаккуратнее сделать эксперимент. Ребята, всё нормально, но просто я вот задаю вопрос. Притягивается совсем, как бы, ну, вплотную, без воздушного промежутка? Или есть воздушный промежуток, Володя? Видишь, товарищ лаборант, который проводил эксперимент, он ведь стоит и качается, как консоль туда-сюда, ветра его. И поэтому магнит тоже качается. Надо какую-то подставку, есть там какой-то ящик, подставить и на него магнит положить. Володя, не получится? Да всё там нормально, с Володей, с лаборантом. Не, ну держать на месте сложно в руках, не качаясь. Тем более сейчас приближается затмение солнца, вот через несколько минут. Так, ещё раз, какие вопросы? Вопрос такой, пластинка с прорезями приближается прям вплотную, прилипает к магниту? Или же расстояние всё-таки есть какое-то? Вплотную прилипает, вплотную, как как будто он... Да, нет, да, вплотную прилипает, да. Вот он, вопрос самый-то классный, Юлиан. Ну, нет, так я уже сказал предположение, что, видимо, в этом сплаве есть ферромагнетики, поэтому и притягивается. Нет, неправильно. Тебе только что показали, что там нет ферромагнетиков. Как они показали? Если притягиваются, значит ферромагнетики. У нас тогда Юлиан, с другой стороны, он должен притягиваться. Ну, логично, если был бы ферромагнетик. Тогда и этот должен притягиваться. Плотную? Да, надо подержать, надо подольше. Нет, нет, сначала задержи эту штуку, да. А не держи, а не держи. Прислади. Чтоб зазора не было. Плотную прям. Плотную прям. И он оттолкнётся. Оттолкнётся и держится на конкурсе его магнитной ямы. Видно, да, расстояние? А, да, да. Видно, что он притянулся слабенько и держится, да. То есть, всё-таки ферромагнетики. Да нету там ферромагнетика. Чёрт. Ну, сделай расстояние 5 мм, он тогда не будет притягиваться вообще. Просто 5 мм сделай расстояние. Да не с этой стороны, стой. Не-не, вот как раз с прорезями интереснее, да. Юлиану будет лучше видно. Это без прорези, Юлиан. Это без прорези. А как тянется? Сразу тянется точно. В комплекте ферромагнетиков однозначно. Могу поспорить на миллион. На лимон спорил. Всё. С тобой, Игорь. Спорю с тобой на лимон. Готов? А, Юлиан, тогда скажи мне, пожалуйста, если там ферромагнетик, почему количество прорезей повлияло на силу прилипания? А это вот пускай народ подумает. А это уже понятно, почему. Это уже понятно, почему. Если количество прорезей влияет на силу прилипания, то тут уже всё понятно. Тогда, получается, придётся идти в магазин покупать лимон для Юлиана. А они сейчас дорогие, эти лимоны. Да ничего страшного, отправишь. Но отправляют целиком посылку, набитую лимонами. Я не против. Да это, ты чё, это слишком жирно тебе будет. Ты только на один лимон спорил. Значит, вопрос такой. Есть этот самый у вас где-нибудь компас обычный? Есть. Вот обычный компас. Это предложение, я согласен. Да, проверьте компасом. Будет он туда, к этим платинкам, на магничественном уже прилипать или нет, поворачиваться? Сейчас найдём компас. Подожди, ищем компас. Всё, хозяинка идёт. Подальше от петли, куда-нибудь. Хотя бы на метр. Вопрос, а с чем были сделаны прорези? С чем прорези делали? Ножовкой. По металлу. Кермагнитной ножовкой. Кермагнитной ножовкой. Кромагнитной ножовкой. Не, ну мы потом ещё шкурочкой проходили, промыли водой. А надо было ацетоном, потом спиртом. Любой выбирай компас. Все тащи сюда. А, все давай. Ну, два, три. Они работают. Смотрите, да, компас это, он плохо, он малая чувствительность. У кого есть хороший современный смартфон со встроенным датчиком, вот он точно покажет. Партфон нужен. Юлиан, кто на смартфоне есть? Смотрите. Всё, меняется? Вот. Войдите там в это самое, да, как его, в магазин бесплатный. А здесь магнитометр или нет? Магнитометр. Сейчас мы покажем. Не-не-не, там нужно программу запустить, которая работает с датчиком магнитным. А, есть, да? И что, показывает он? Изменяется? Где у тебя датчик, не знаешь? Нет. Нужно... Покажем? Он под кома расположенный датчик, надо плоскостью подносить. Обычно левый верхний угол, обычно датчик стоит. И плоскостью. Плоскостью подносить. Это же на торчоке может. Вот. Магнит. Вот это сложно. Такой датчик. Да, и плоскость надо подносить, плоскость. Левый верхний угол. Плоско, плоско. Ага, вот так, да. Не-не, не торчком, а именно плоскость. Так, ну тут 60. Тут 61. Так, а если удальничество, сколько показывает? 57. Ну вот, слабенький ферромагнитный эффект есть, да. Не соглашусь. Магону надо верить. Так, а если взять этот... На магнит сколько он показывает? На магнит же, да, скажем так. Возьмите какой-нибудь металл, любой металл. Попробуйте на любом листе металла. 140 там уже. На расстоянии метра 140, да. К неодимову не надо подносить. Можешь испортить. Он слишком сильный. Неодимову не подносите. Не подносите к неодимовому. К металлу к обычному попробуйте. Издалека, издалека поднеси и сразу увидишь. Очень сильно фонит, конечно. В металл, который ты хотел. Да, неодимову он там зашкалит. Тысячу раз больше покажет. Ну, 60, 62, 63. Во. А так больше, когда если я вот так поверну. Подожди, а теперь берем тот кусок, и у него отрезали алюминий. К алюминию куску поднеси. Вот от которого отрезали. На такое же расстояние. Да просто на плоскость положить, сразу будет видно. Вот я на плоскость. Да не, не. Ну, давай так, и потом на плоскость. 63. Не, просто положи на него. Просто положи. Снизу, снизу, снизу датчик сидит. 62. А теперь металл, где 62 прыгает. А металл, где... Он, а металл у тебя внизу, внизу. Короче, металл, соответственно. Фермагнетки есть внутри, короче. А, кстати, я вот если не трогаю ничего... О, на стуле выше, но... Давайте, там железо построил. Да, там железо. У медяшки меньше. Сейчас больше. Вот Вован пришел, больше стало. 56-57 прыгает. А у медяшки... Это медяшка. Медь, значит, у вас лучше, чем алюминий, да. В смысле отсутствия фермагнетика. Так вот, допустим, вот если... Ну, вот я совсем уйду. Ну да, там магнит. В другую сторону. Куда уйти-то лучше? А железо? Железо? Кусок железа дайте, попробуйте. А железо, оно может быть уже чуть-чуть намагниченное. Знаешь, железо-то... Гитральное положение в норме 55-56. Ну вот, на железяку... Вот, Вадик, сейчас катушку сниму. Ну, давай. Вот, у меня тут, у меня тут, у меня тут, да. У меня тут есть железо, но не положу, и ничего. Соточка, 120. Ну, у вас очень магнитное железо. Ну, обычный штатив. Древний. Советский. А, вообще-то это, может быть, наведённое магнитное. Дело в том, что любое железо, даже мягкое, находясь в магнитном поле Земли, воспринимает это поле и вот намагничивается. Может, это вы и видите сейчас. Так, ну ладно, в чём прикол-то вы это, как-то хоть выяснили? В лимине железо есть. А, ну, типа, в алюминии железо есть, да? Ну, вкрапления есть, да, если там чувствует смартфон. Юлиан настаивает, что там есть железо. По марке этого алюминия можно посмотреть, что туда входит, в принципе. Смотрели уже. Кремний, магний и алюминий. Кремний там есть. Кремний есть и что-то ещё. Значит, кремний не магнитный материал, не феромагнитный. Магний тоже не феромагнитный материал. Это диамагнетики. Поэтому магнититься они не должны. Значит, есть примеси. Некачественные. Ну, если есть примеси. Если есть примеси, Юлиан, то... Друзья, сейчас мы будем пилить, короче, вот эту медяху. Да. О, специально для Юлиана, да. Вот это будет... Да, чисто вот... Давай-давай. Нет, Игорь, ты уже не отвергься. Ты мне уже должен посылочку лимончиков прислать. Да, пока что я ещё и не доказал. Ты только лишь говоришь словами, что там есть какой-то феромагнитик, якобы там примеси. Это всё своё слово против твоего слова. Ну, приборы-то показывают... И приборы однозначно говорят об этом. И магнитик притягивается, и смартфон показывает. Сказали, что когда к штативу подносят, он зашкаливает. Ну, да, конечно, правильно. Потому что он толстый. Невнимательно. Всё то же самое делаем. Парше сантиметров. Ты из кадра-то выйди. Так, в настоящий момент по московскому времени идёт... Затмение. Максимум затмения. По питерскому будет через 29 минут. Поскольку у нас отстаёт от московского на 29 минут. Тут я на улице выглянул, солнце не видно. Так у нас тоже всё в облаках. Да, вот как смотреть-то ещё в облаках. А у нас почему-то луна светит. Луна? Ну, я имею в виду темнота ночная, как говорится. Нету ничего вообще. Правильно, да. То есть луна сейчас не освещается. Она и так не освещается. А в момент затмения ещё темнее должно стать. Ну, в тех местах, где сейчас солнце. А ещё, как перед тучей, то солнечное затмение вообще не видно. Так а солнце сейчас сделает, ребят? Ну, нужно за горизонтом, наверное? Конечно. Конечно. Но если вы смотрели, то она проходит по югу с Южной Америки, захватывая немножечко там кусочек. Поэтому мы здесь однозначно ничего не увидим. Ну, частично-то бы мы видели. Ну, у кого уже луна взошла, если она такая есть. Да. Вот если бы у нас был сейчас гравитометр под рукой, мы бы заметили, что он чуть-чуть слегка колебнулся. Я свой разобрал, у меня идёт модернизация. Ну вот, видишь, не успел подготовиться. А что за прибор показывают гравитоны? А вот Олег, этот самый Сильвер, изготовил прибор, гравитометр. Но, говорит, разобрал. Повышает чувствительность. Он работает так. Он как работает? Как по схеме Шо Цуковский предлагал сделать там, что это там, лазерный луч? Нет, нет, нет. Это Цуковский про гравитометры ничего не говорил. Это Козыревский вариант. Ну, эфирный ветер. Это другое совсем. А это другое, да? Понятно. Конечно. Эфир состоит из многочисленных фракций. Из светонесущей фракций. Там, где вот, допустим, солнечный свет летит, да, в этой фракции. Вот. Потом, значит, что там? А самая мелкая, это гравитонная фракция. И, собственно, гравитоны. Которые вот нас приталкивают к Земле. Есть еще одна пробежуточная фракция, которая никак пока не называется. Ну, мы ее, так сказать, с некоторым товарищем называем пикомерная. Потому что там размера частичек, вот порядка пикометра. Называется пикомерная. Потому что должна быть обязательно промежуточная, так по расчету, суслово. Вот он ее определил. Называли мы ее пикомерной фракцией. Понятно. А вот эти, так называемые, радиоволны и световое, это все летит в светонесущей фракции. Понятно. А вот этот прибор по гравитометру, этот, который делает Сильвер, это его личная задумка или чья? Ну, они вроде с Виктором там, с Виктором Васильевичем вроде разговаривают, да? Юлиан, мальчишки там все заняты пилением, значит, ты готов показать эксперимент, да? Нет, ты знаешь, я просто со смартфона, я не могу сюда выкинуть, у меня не получается. Я просто хотел попросить ребят, чтобы они поднесли магнит к своим пластинам, не полюсом, а боковой поверхностью. И желательно цилиндрический, да, наверное? Ну, вот у них есть магнит мощный, не один. Пусть поднесут боковой поверхностью к пластине. Да. Один, один. Там у них ручка еще сделана из магнитов. Просто отцепить. Пусть поднесут боковой поверхностью, то есть не полюсом, а боковой поверхностью. Ручка это никак не поднимает. И что, притянется или нет? Ну, давайте посмотрим, да. Ну, он тебе предлагает послушать. Он же рассказал про шарик. Поэтому, да, это интересно. Ну, там я что-то не вижу, чтобы они слышали наш разговор. Ну, когда услышат. Алло, гараж. Ответьте. Гараж на приеме. Вот, ты слышал, да? Предложение такое. Вот этот большой магнит, кролый, отцепите от остальных, из которых там ручка сделана, и отдельным этим вот цилиндрическим поднесите боковой поверхностью, туда же, куда вы подносили. Мы сейчас именно этим и занимаемся. Сейчас немножко не можем как бы показать вам. Сейчас буквально вы подослее сформулируйте, что вы хотите. Вот вообще, в принципе, опыт, как поставить. Короче, к расческе вообще никак не реагирует. А цельный лист, ну, как токи-фуко работает, короче, за магнитом она либо бежит, либо... А, то есть чувствуется разница все-таки, да? Да. Но на расчет, ну, который с прорезями вообще никак не реагирует. Не реагирует. А вот пенопласт-то, не магнит, а кусок пенопласта. Ну, это мы сейчас еще чуть-чуть попозже покажем. А пока действуем. Портим медь, так сказать. Ну, куски ее хреначим, короче. Дорогой материал портите. Да, да, да. Ну, что поделать для таких вещей, блин, чего только не жалко. Ради науки. Ради науки ничего не сделаем. А, Володя, ты можешь вообще вебку-то направить на магнит, на этот лист, который вы еще не разрезали, медный? Я еще этот эксперимент, модернизирую вот этот эксперимент, что вот нам Олег предлагал, да? Сейчас Белоруссия. Немножко по-другому сделать. Три варианта. Сделайте вебку нормально на стол. Положите лист. Большой желательно. Сейчас поставим. Подождите, мы закончим свои дела, короче. Нет, наедине. Чем больше, тем лучше. Положите на стол. Первый вариант у нас будет вот эти вот два листа. Один сделаем вот расческой, короче. Другой будет опять вот такой же, ну, как и был. Второй вариант у нас есть вот такие стержни. Понятно. А большой лист нету, медный? Толстого нету, да. Толстого нету, да. Сейчас вот из этих маленьких мы набираем расческу. Да, вот толщина вот каждого вот этого стержня примерно где-то, наверное, миллиметр. В ширину он два миллиметра. И мы из них сейчас наберем вот расчесочку такую вот. Понятно, понятно. Пока вы набираете, можно все-таки какой-то более-менее средний размер листик положить на стол и взять магнит в руки кто-нибудь круглый? И провести его, я скажу. Пока не можем, у нас тут чаепитие, мы пока не можем это все дело вам сейчас показать. Сейчас чуть попозже, сейчас покажем. Чаепитие у них там. Магнит вообще великолепный. Был бы... Златомир, слышишь меня, да? Мы такой эксперимент года три назад делали. Андрей, такой тут в Москве. У него был что? Кубик у него был. Магнит в виде кубика. Сантиметров кубика. И была пластинка немагнитная, алюминиевая, кажется, да. И мы ее поставили под наклоном. Ну, чтобы скатывать можно, да? Кубик. И вот этот кубик... А, он там еще сделал с двух сторон из какого-то изоляционного материала ограничение, чтобы он, ну, не вращался, да, как бы, как пустил, чтобы так и дальше катился. Ну, что понятно, сбоку, чтобы, да, придерживался. И вот три раза его спускали. Сначала полюсом вниз к пластине. Потом полюс, когда он смотрит вперед-назад, полюс. И третий вариант, когда полюсы смотрят поперек этой дорожки. Как слышь? Где было полюс? Быстрее. Не слышно. Поперек, да. Поперек, когда был полюс, он спустился быстрее всего. Да, практически без задержки. Как будто просто кусок металла, а не магнита. Но я скажу так, что да, он спустился быстрее, но задержка все равно была. Все равно есть. Ну, от тщательности эксперимента как-то будет зависеть. Я-то дома когда делал, у меня никаких вообще нету. То есть, фоку вообще не возникает в таком положении. Вообще. Дело в том, что, смотри, тут еще такой момент. Когда ты скользишь просто, да. Помнишь, я когда-то показывал эксперимент, когда, значит, по рельсам у меня магнит либо скользил, либо катился. Итоги шли в разных направлениях. А это же мы объяснили потом, почему, да. Да, мы объяснили, но как бы, ну, все равно интересный момент, правильно? Конечно. Это необычно и как бы отсутствует вообще в практике там экспериментальный, там, хоть в школе, хоть в институте. Да нигде вообще, никто не показывает такой эксперимент. Ну, так. Таких экспериментов я тоже не видел. Вот. Так вот, смотри, круглый магнит, чем интересен, что мы вот не скольжение видим, а вращение, да. И здесь, как бы, немножко все меняется. Вот. Как бы, то есть, если мы перпендикулярно, да, ложим, то есть, будем говорить так, направление магнитных линий, то все равно есть залипание, он очень медленно скатывается, но равномерно. А если мы ложим, значит, полюсом и начинаем скатывать этот шар магнитный, да, то там, получается, он идет ровками. Ну, это понятно, потому что полюса-то, они переворачиваются периодически, и вот, и, естественно, взаимодействие резко больше. Ну, я заметил скорость, значит, прохождение магнита по вот этим вот, значит, ну, по меди, да, скорость одинаковая. То есть, токи фукои там и там, но здесь токи, получается, они, как бы, постоянно в одном направлении, а когда полюса меняются, они, как бы, токи тоже меняются местами. То есть, они компенсируют в какой-то момент друг друга. Вот. И происходит такой, как бы, рвочек, потом опять замедление, рвок, замедление. Ну, такой интересный момент. Ну, да. Я с цилиндром, лучше с этим, или с цилиндром, либо с кубиком. Все три варианта можно проверить. Ну, направление полюсов по-разному. А я делал такое же, с кубиками, как бы, там, вот. У меня вот запись есть, только она сейчас на другом внешнем диске. Это долго его искать, где он там. Там вот все три варианта показаны. Когда полюсом вниз, естественно, с вами большие фуко, и он вообще еле-еле ползет. Надо даже подталкивать, да? Если полюсами в стороны, но вдоль дорожки, он тоже тормозится, но меньше уже. Надо тоже подталкивать. А вот когда полюсов в стороны и поперек дорожки, он вообще, как будто бы, не магнитный скатывается. Ну, он так скользит, скатывается. Там токи возникают, они, как бы, начинают компенсировать друг друга. Они в разных направлениях. Ну, это другое дело, что что-то проходит в материале. Но главное, что это не отражается на этом кубике в виде силы, который вот не дает. Нет, нет. Либо у вас был очень тонкий материал для магнетик, либо магнит не очень мощный. Если взять мощный магнит, то это заметно. 3-4 миллиметра было. Но тут все зависит будет еще от вкрапления, раз, в этом материале, и от симметрии эксперимента. Допустим, магнечен не очень, допустим, симметрично. Магнечен будет диаметром 35 где-то миллиметров. Вот. И я по ним, как и по рельсам. Но он чисто имеет, там, вопросов нет. Юлиан, я думаю, что мы это повторим. Либо вот в лаборатории Вусова, либо, может быть, ты там как-нибудь тоже сделаешь записью более тщательно. Я сниму видео, покажу. Ну, довольно интересно. Юлиан. Ну, ну, я слушаю. Вопрос к тебе. Ты там как насчет лимона продолжаем? Мы спор, потому что первый вариант не удался, как говорится. Ну, первый вариант ты мне уже по ссылку лимонов отправляешь, уже пакуешь. Давай на вторую будем сейчас спорить. Я только не понял, какого-то сладка. Я отправляю, а не ты мне. Я что-то не понял. Объясни. Ты пока ничего не доказал. То есть, сферомагнетики... Все записано, все в записи, потом посмотришь. Хорошо, а ты что-то еще предлагаешь? Там алюминий. Ты уже, может быть, мне первый лимон проспорил. На второй лимон ты будешь спорить? Так что ты мне, может быть, уже обязан. Но пока что непонятно, кто кому обязан. На второй будешь спорить? Я тебе красивую картинку сейчас подберу и отправлю вообще без спора лимон. Хорошо, я тебя понял. Нет, но слушай, Игорь, там же четко было видно именно притяжение. То есть, видно, что там есть крепление филомагнетика. Это не только были филомагнетики. Я лично притяжение прекрасно видел. И поэтому я тебе застрял внимание. Я застрял внимание. Ты считаешь, что там есть филомагнетик какой-то, вкрапление. А как иначе-то? Почему он притягивается? Сейчас на меди, ты, говорю, второй лимон, будешь спорить или нет? А, на меди? Конечно. Медь будет притягиваться? Медь будет притягиваться? Вот, порезанная вот в эту вот... Возможно, там тоже есть вкрапления, но значительно меньше. А там-то был сплав, а здесь чистая медь, понимаешь? Тут трудно как-то ее замусорить. Спрашиваю, чистая медь? Чистая медь. Если это чистая медь. Ты же скажешь, что там тоже есть вкрапления, когда она притянется. Если она будет притягиваться, когда магнит стоит на месте, то это однозначно ферромагнитный эффект будет. Ну, я же говорю, ты тоже скажешь, что там примеси, поэтому ты проспорил лимон, да? Получается так, да? Если я не прав, то смотри, первый я... Извиняюсь, что перебиваю. Я извиняюсь, что перебиваю. Юлиан, помнишь мои опыты? Я показывал, как диамагнетик, он притягивается к боковой поверхности. Да-да-да, я как раз хотел сказать, что диамагнетики тоже у них слабенькие есть эффекты. Так что, возможно, и тут будет тоже. Да, то есть ты уже пошел на попятную, наконец-таки, понятно. Слушай, мы же друг друга понимаем, что ферромагнитный эффект, он тысячу раз, там, много тысяч сильнее, чем у диамагнета. Поэтому мы, как бы, это за скобками оставляем, что они не магнитные материалы, значит, не ферромагнетики. А если учитывать это, то, конечно, в принципе, вода, даже вода притягивается к сильному магниту. Вода чистая. Вода является парамагнетиком, по-моему. Я спорить не буду, но она... А парамагнетики, они, в всяком случае, притягиваются. Короче, они притягиваются, и все. Какие-нибудь там феры, там пара, они притягиваются. В опыте это показывают. Вот. Так, конечно, могут быть такие какие-то слабенькие эффекты, вот как ты говоришь, конечно. Но мы-то говорим же, что тут в основном... Вообще в любом эксперименте много влияющих факторов. Вот когда делает отсловчиков своих экспериментов, он потому и делает грубейшие ошибки, объясняя, когда он не учитывает вот такие, допустим, там он заряжал эти с вами трубочки, да, скрученные из бумажки, да. Ну да, он зарядил один конец, а другой конец трубочки не зарядил. И поэтому у него ко вторую ручку один конец притягивается, другой вообще не реагирует. И он кричит, а, нас обманули в учебниках, так говорится, а я вам показываю вот не так. Помнишь этот эксперимент Ловчикова? Да. Ну вот, видишь. А вот если бы он был металлическая трубочка, там заряд расходится сразу по всему металлу. Там будет более чистый эксперимент в этом случае. С проводящими, да, материалами. Да. Еще зависит от чистоты поверхности. Там, допустим, смазать какой-то слабопроводящий жир какой-нибудь, ну, в общем, короче, составом, тоже будет хорошо проводить, и тоже будет другой эффект. Ну, надо, да, всякие тонкости надо учитывать и не обманываться, и других не обманывать ложными выводами. Ну, вопрос я задал. Ты как считаешь, сейчас вот порезанный медяшный лист, порезанный на гребенку, он будет притягиваться? Нет, мы же все уже проехали там, может быть и будет слабенько. Тут в другом было, опять же, тот же самый Ловчиков. Он тоже изготовил такие вот, самолечный такой прибор, на гвоздь навесил, листики там какие-то там тоже подвесил. И у него тоже, значит, и сплошной листочек, на него действуют эти токи, и кольцо с прорезью. Ну, чуть поменьше, но тоже действует. И притягивается, и отталкивается, да? Да, это уже обсуждается. Ну, да, тут есть и толстый металл, а у него так здесь было сделано из толстой проволоки. Ведь токи фуковые сникают не только в этом кольце, но и просто металл. Ну, и по всей площади. Поэтому можно вообще проволочки повесить. И проволочки будут тоже отталкиваться или притягиваться, если сильный магнит. Ну, чем тоньше, конечно, тем меньший эффект будет. Потолще провод повесишь, побольше эффект. Эти токи фуковые сникают примерно в размерах металли, такие, как в ферромагнетике эти самые, как их называют. Вот, ну как, вот вылетело слово. Что ты хотел подсказать? В ферромагнетике, когда намагничиваешь, возникают... Домены. О, молодец. Ё-моё. Поворачиваются. Очень похожие возникают домены и притоков ФУКО. Но они тут же исчезают, когда убираются магниты. Но по свойствам они... Как домены работают? Да, да. Но они в динамике. Они в динамике возникают. А ферромагнетики, они на магнете, они там и сидят. Их даже можно посмотреть под микроскопом. Эти доменчики. Ну, даже рисунки есть. Но я, например, с этими рисунками не согласен вообще никак. Это бред. Рисунки-то рисуют, наверное, после опыта. Реальных. И рассмотрения. Конечно. Да, да, да. А что-то они есть-то. Ильяна, можно вклиниться на секундочку? Кто-то вклиниться, конечно. Юлиан, послушай. Вот такой интересный момент. Смотрите. Значит, берем два магнита. Значит, один у нас зафиксирован, а второй на свободном полете. Подносим его стороной на отталкивание. Что сделает магнит? Он развернется и притянется. Правильно? Да. 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 Если оно подвесит. Теперь то же самое. Давайте сделаем с токами Фуко. У нас магнит летит как бы даже в трубе, допустим. Да, где магнитный. Он летит пряменько и не пытается повернуться. Вопрос почему? Токи Фуко, они же как бы создают противоположный полюс. Да? Противоположные токи. Товарищ дорогой, одна ошибка. Упоследствия. Постоянного магнита, источник вот, скажем так, совсем по-простому, на пальцах. У него есть внутри некие кольцевые токи, так? Которые определяют его магнитное поле. Так вот, внешнее магнитное поле на вот эти токи внутренние никакого влияния не оказывает. Ну, конечно, пока коорциативная сила не превышена, так? Вот. А в случае с токами Фуко у нас какая ситуация? Что такое магнитное поле, образуемое токами Фуко? Это всего-навсего ответ на внешнее магнитное поле. Так. Что так? Ну, а теперь смотрите. У нас мимо пролетает магнит, мимо медяшки. Что в медяшке происходит? Наводится, возникает ЭДС, по действиям ЭДС начинают протекать токи, токи создают магнитное поле. Так? Так. Так. Теперь... В обратном направлении. Мы сейчас за направлением, пока разговора нет. Ну, там по фазам они отличаться будут, индукция есть. Ну, так вот, здесь ситуевина такая, что магнитное поле, вызванное вот этими вот индуцированными токами, это всего-навсего ответ на воздействие внешним полем. То есть, если у нас магнит, пролетающий мимо, начнет любые действия совершать, приближаться, удаляться, еще что-то делать, будет возникать вот это индуцированное магнитное поле в медяшке, оно будет направлено на то, чтобы вот эти... Противодействия. ...телепаниш, не давать магниту изменять свое состояние. Странно. Поэтому разворачиваться он никуда не будет. Игорь, это странно. Почему он как бы... Это не странно. Это действие равно противодействию. Это магнит. Ну, то есть, они что друг друга чувствуют? Что значит? Что значит? Что в медяшке возникают токи, которые не дают изменения направления магниту. Ну, почему? Что значит, почему? Вселенная наша так устроена. Действие равно противодействию. Наука ответ на этот вопрос, почему. Ну, наука ответ на этот вопрос, почему, пока что прямо не дала. Просто разделила вещества на нашей планете на феромагнетики, парамагнетики, диамагнетики и еще есть кое-что. Так, что значит разделила, господа хорошие? Ну, давайте полезем в устройство атома. И там будет все, как говорится, ясно, просто и понятно, почему вот эти атомы у нас обладают такими свойствами, а вот те атомы обладают другими свойствами. Ну, можно еще в кристаллические решетки подвести до кучи. Давайте полезем. Ну, а что это расстроено? Если вы все знаете, уважаемый скептик, с удовольствием вас послушаем. Тогда зачем рассуждать вот о каких-то чудесах на макроуровне, если для объяснения этих чудес надо лезть на микроуровень? Вот объясните, пожалуйста. Игорь, ну все равно смотри, возбуждаемые токи в медяшке, да, индуцированной, они как бы встречного направления, правильно? Почему? Ну, они же не того же направления, получается, что и в магните, в самом круговой токе. Ну, это зависит от того, как магнит двигается относительно медяшки. Ну, допустим, передний фронт, впереди магнита, да, встречный, сзади, да, я понимаю, что там такого же направления. Нет, я простейший пример привожу. Даже когда магнит у нас пролетает мимо, просто падает мимо, ну вот у нас есть сплошная стена из меди, у нее вниз падает магнит. У нас что получается? У нас под магнитом наводятся индуцированные вот эти токи и все прочее таким образом, чтобы взаимодействовать с магнитом на отталкивание, не давать ему падать вниз. А то, что над магнитом наводятся индуцированные токи, они создают магнитное поле, направленное к магниту на притяжение, чтобы тоже не дать магниту упасть. То есть боремся с инерцией? Ну, не с инерцией, а как бы сказать, ну, это своего рода как, ну, давайте так скажем, вот я возьму, например, некую густую жидкость, брошу в нее стальной шарик. Он у меня плавать в этой жидкости не может, он, плотность у него больше, то есть он будет тонуть, но тонуть он будет медленно. Почему медленно? Потому что жидкость, его движение оказывает сопротивление. Ну, вот здесь это аналог, я не говорю, что это то же самое, я просто говорю, аналог. Поэтому, когда магнит постоянный падает, например, в сплошной медной трубе, ну, эта труба оказывает вот эти вот индуцированные токи, их магнитное поле оказывает сопротивление движению этому магниту. То есть, эти токи как бы препятствуют движению магнита, препятствуют. Уважаемый скептик, извиняюсь, что перебиваю, но тут немножечко большая разница между цельной трубой и трубой, которая имеет прорезь одну, две, три... Абсолютно никакой разницы. Значит, есть громадная разница, она заключается в том, что... Абсолютно никакой разницы. Чего вы не понимаете сейчас. Разница заключается в том, что... Ну, вот еще один тот вылез этот, Миша, у которого там ЭДС в короткозамп, ну, там, это, как его, индукция в короткозампном витке, это одна, а в листе это совсем другая. Понимаешь, здесь ровно то же самое. Разница разная, индукция там разная, и вихревые токи фугов, они тоже разные. Они направлены против движения мишица, но вы, когда говорили, я вас не переписываю. И не укол, и не акал, и не свистел, и не орал. Ой, ладно, народ, 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 все, мракобейски дальше. Сидите в своем болоте. Так, а теперь послушайте правильный ответ. Это как в игре, как он назывался-то, с волчком. Давай, Юлия, назвучь правильный ответ для умного скипа. Ну, вот ты и сказал насчет прорезей, да. Дело в том, что все зависит от ширины этих прорезей, их количества. Вот, допустим, возьмем такой предельный случай. Три просто прутика поставили треугольничком, да. И вот между прутиком кидаем магнит. Хера, он там будет держаться. Свалится очень даже быстро. Поставим по-моему, еще шесть прутиков и так далее. А вот если эти три прутика, если эти три прутика между собой замкнуть... Ну, это будет лучше, согласен, да. Вот это скептика, который тут орет... Нет, нет, это уже бесполезно. Мы уже пытались. Значит, короче, если мы сделаем шесть-восемь прутиков и так далее, то будет все медленнее и медленнее измегаться. А если мы эти прутики еще между собой соединим, совсем будет как в труде. Да, да, все правильно. Вот это скептику объясняет. Ну, вот надо сделать такой эксперимент, чтобы больше таких скептиков не было. Ну, вот кто такой эксперимент сделал? Ребят, ну, там же все просто. Там же все просто. Смотри, ты делаешь прорези, ты увеличиваешь сопротивление. Увеличиваешь сопротивление, уменьшаешь силу тока. Ну, то есть, чем меньше ток, естественно, тем меньше сопротивление. Там все... И не только, но еще площадь, которая воздействует с магнитом, мы уменьшаем, когда вот уменьшаем... Увеличиваем прорези, да? Чуть-чуть поправлю только, чуть-чуть поправлю. Я, может быть, неправильно понял. Еще раз. Увеличиваем прорези, увеличиваем сопротивление, вы сказали. Да, сопротивление проводника увеличивается, естественно. Его площадь становится меньше, сопротивление увеличивается. Секунду, секунду. Если мы будем увеличивать прорези в вертикальной трубе, в которую вы опускаете магнит, то есть прорезь вы делаете одну, потом делаете вторую рядом, третью, и вот это все прутки такие, как бы медные будут стоять. А чем больше прорезей, и чем они шире, тем быстрее будет падать магнит. Да. Вы понимаете? А вы сейчас сказали совершенно обратное, то есть совершенно неправильно сказали. Вот я вас хотел поправить. Ну, может быть, он оговорился просто. Да, вы оговорились просто, да. А когда мы эти прорези между собой замкнем, то магнит будет падать намного медленнее, намного медленнее. Вот это скептику надо показать, чтобы он понял свою ошибку. А можно вам такую вводную для эксперимента, господа хорошие? Смотрите. Вот допустим, допустим, у нас есть такое, как сказать, вводная такая. Диаметр магнита, например, 4 сантиметра, так? А диаметр, допустим, трубы у нас будет, ну, давайте 5 сантиметров возьмем. А теперь такая штука. Значит, задача. Из сечения трубы отставить медий 50%, а другая 50%, чтобы там был воздух. Теперь попытаемся практически это дело исполнить. Дело в том, что исполнить это мы можем очень по-разному. Значит, объясняю. Вариант номер один. Мы можем взять медную трубу диаметром 5 сантиметров, распилить ее вдоль. Значит, у нас получится такой, как бы, лоток, да, половин трубы. Далее. А, условия выполнены. 50% меди, 50% меди нет. Мы можем вот этот лоток, оставшийся, да, распилить еще раз вдоль пополам. И вот эти половинки, скажем, разнести на... Ну, так, чтобы они были диаметрально противоположно стояли. То есть у нас получится, как бы, два лоточка таких. Между ними зазор. Вот. Диаметром эта вся конструкция тоже будет 5 сантиметров. Задача тоже выполнена. 50% меди, 50% нет. Теперь мы можем это дело нашинковать, например, на полоске шириной по одному миллиметру. И сделать так. Миллиметр медь, миллиметр воздух. Миллиметр медь, миллиметр воздух. У нас тоже в таком случае получится 50% сечения медь, 50% сечения воздух. Ну, так вот, господи, господи, во всех вот этих случаях скорость падения магнита будет разной. Слава тебе, господи, правильно ответил, наконец-таки. Господа хорошие, ну, а теперь вопрос. Давайте объясним, почему так. Только, знаете, без чудес. Объясняется все банально. Потому что, чем меньше у нас, например, чем меньше. Вот давайте рассмотрим медь длиной в один миллиметр и медь длиной в один сантиметр. Вот стенка трубы. У нас в одном случае мы выделяем узкую полосочку в один миллиметр, дальше воздух. А в другом случае мы выделяем полосочку в один сантиметр и тоже воздух. Что будет вот в этом, чем вот эта медяшка в один миллиметр будет отличаться от медяшки в один сантиметр. А все очень просто. У нас, когда магнит мимо пролетает, там на вот этих вот линейных размерах возникает ЭДС какая-то там. Так вот, допустим, это ЭДС будет иметь, ну, там, давайте, я не знаю там сколько, я с потолка цифру беру, ну, например, один милливольт на миллиметр. В случае... Ну, мы уже поняли, что это мои ошибки. Ну, хватит уже нас обучать тому, чего мы и так знаем. Все мы тут поняли. Спасибо за внимание. Ну, а что ж вы тогда мракобесите-то, если вы все поняли? Юлиан, разъясни, пожалуйста, скептику спокойно, как ты умеешь. Да, мы ему пытались много раз. Он объяснять не умеет. Ну, ему доходят до 100-го раза, и то не до конца. Значит, скептик, скажи, вот труба, внутренний диаметр, ну, больше, чем сам магнит, конечно, да, но труба сделана из миллиметрового материала, из 5-миллиметрового, или, допустим, из 3-сантиметрового, там прорезнутую трубу. Будет разница в скорости опускания этого магнита? Будет. Слава Богу. Смотри, уже начинаешь соображать. Объясни, почему будет. А это мы от тебя хотим. Мы-то знаем все досконально. Я-то тоже знаю. Я вот не знаю ваших объяснений. Объясни, может, лимон получишь от второго Игоря. Скептик, скептик. Значит, я еще раз уточняю, вот такой нюанс. Вот мы сейчас втроем тут обсудили все. Причем обсудили именно правильно все обсудили. И именно так, как пытаешься нас научить ты сейчас. А первый раз, когда ты тут выступил, ты сказал, что мы все дурачки, а ты вот знаешь, как и почему. Вот тебе о чем Юлиан говорит, что мы это тоже знаем прекрасно. Поэтому пока что нас учить ничему не надо. Речь зашла о том, что ты можешь объяснить, почему разные материалы делятся на феромагнетики, паромагнетики, диамагнетики. Ребята, вы тут вообще-то, говоря, долго пережевывали сопли на темы, почему магнит полюсом вниз езжает с такой скоростью, осью на магниченности вдоль движения с такой скоростью, а осью на магниченности поперек движения с третьей скоростью. О, какие чудеса, елка-палка. А если у нас будут не сплошной лист, а сеточка, или там еще что-то, тоже скорость другая. Но если вы все знаете, то что ж вы вот эти темы-то пережевываете? Уже чудеса обсудили все. Главное чудо, скептик, главное чудо сейчас, если ты хорошо все знаешь и понимаешь, ты скажи, ты согласен с Юлианом, что в алюминии, который ребята сейчас эксперимент проводили, что там содержится примесь феромагнетика какого-то? Почему алюминий, порезанный в виде гребенки, притягивается магнитом? Ты объяснить это можешь? Другим способом? А не порезанный на гребенку не притягивается, что ли? А не порезанный на гребенку он отталкивается. Ты этот что, не видел? Это вот проводили ребята сейчас специально для нас, для всех, 20 минут назад. Ты этот эксперимент не видел, что ли? Сейчас, ради того, чтобы поделить мнение мое Юлианна, ребята взяли, порезали медь. Кусок меди. Не алюминия, а кусок меди. На гребенку порезали, да, вот, показывают. И кусок меди, который не порезан на гребенку, они сделали такой же, такого же размера. Сейчас они его прицепят, вот, вот сейчас они прицепят на деревянную палочку, да, по двум сторонам распределят, и будут показывать. Ой, химанализ этой железки проводили. Это алюминий, хилетодюраль. Скептик, я тебя услышал. Ты придерживаешься точки зрения Юлиана. Спасибо, все услышали. Нет, я, например, ничего не могу сказать, опять же, по поводу того, что я не знаю, что там за материалы. Вот и все. Я не знаю, на какой помойке их нашли и так далее. Кстати, ребята, у меня есть алюминий. Слышно меня? У меня есть алюминий 999 со штампом банка, он как бы в залоге когда-то был. Можно провериться, как бы. Там 100%. Да не надо, можно показывать. Быстрый процесс. Нифига там, блин, уже из банка. Пошкунь, там, начинают. Да, Володя, тут эксперимент должен быть идеально чистым. 999 должна быть проба. Не, ну мы вот, вот сегодня вот первый был вариант. Потом вот этот вы вообще не видели из тоненького. Но на самом деле, то есть вот, тут на этом. Короче, Володя, я так понял, что мы вам поверим только в одном случае. Если вот тут листы золотые, 99999. Потом. При тебя закрутили алюминиевые. Они у нас тоже тут где-то лежат. Где гребенка алюминиевая или вы ее изничтожили уже? Нет. А где она? Где тут где-то, смотри. Володя, Володя. Ну где-то она тут... Да, ну смысл такой. Вот у нас, вот алюминиевая, скажи, марка даже есть. Володя. Да, да, да. Нету, нету тебе веры. Нету тебе веры. Юлиан сказал, пока не будет пробы 999 на каждом куске алюминия, он тебе не верит. Все. Нет, неверно я сказал 99999. 5 девяток золотые листочки должны быть. Золотые. Да, да, да. Блин. Вот это минусы жилья на рублевке. Ну давайте, показывайте на медиа уже. Готово все? Показывайте. Да, у нас два варианта. Одна потоньше, другая потоньше. Отлично. Что, где? Вот и школьный. Вот и не школьный. Я знаю, вот школьный, школьный. Вот это. Одна спаянная из... Машины. По-моему, там где-то два с половиной миллиметров на один миллиметр. Будем такую решетку делать. Ну нормально. А вторая еще чуть-чуть. А вторая где-то, ну я не знаю, там 0,4 миллиметра примерно. Ну могу так замерить, скажу сколько она точно. Ну тоже непонятно, как он металл сделан. Сейчас, возьмем микрометр. Так, честно покрутим. Так, честно, начали на помойке. Ну пока радость из помойки. Ну вот, мы тут убегаем. Где бы такую помойку на этой поливине валяется? В Индии. Тангенциркуля нету просто. Да, вот нужно все микрометром. Ну это, конечно, так. Тут суперзамеры, правильно. Для Юлиана. 0,85, короче. 0,85. Для чистоты эксперимента, протрите медные листы спиртом. Желательно изнутри. Я понял. Сначала нужно ацетоном, а потом спиртом. И внутри нет. Ацетоном только снаружи. Ацетоном только снаружи, да. А ацетон сильно на магнитное поле влияет? Конечно, конечно. Жир, чтобы снять. А то там жир будет налипать, который у вас на меди, от ваших отпечатков пальцев. Будет примагничиваться. Будут эти самые магнитончики будут прилипать, да? Да, да, да. Ладно, хорош. Я знаю, как этих сволочей назвать, которые прилипать будут, если они такие поразиты. Давай эксперимент показывать. Чего там? Смотрите. Ну, допилим, сейчас покажем. Не, мы это, мы все на связи, мы готовимся. А у тебя там в хозяйстве не найдется жидкого азота? О, это было бы круто. Не, жидкий азот, во-первых, он даже в этой, в канистре в этой, он хранится там недолго, буквально там два дня и, блин, 40 литров, как бы, улетели. Володя, Володя. Я просто работал с жидким азотом, соответственно, я знаю, что это такое. Я его бочкой с азотом распоряжался, короче, и разливал это в другую емкость. Поэтому, что такое жидкий азот и что там в нем творить, я знаю. Надо было Юлиану сказать. Было пол-литра, и те выпили. Нет, а вот, Володя, ты жидкий азот, палец не опускал? Опускал. Ну вот. А что тут будет? Ничего страшного не будет. Только, да, главное его туда опускать просто, и все, да. А так ничего. Вот. Я работал. Мы это, вот с утра приходишь на работу. Кофеин, короче, налили, он горячий. А идти уже, короче, работать надо. Уже все, все в края приезжают, короче. Ну туда взял просто, блин, пошел, блин, с этой, блин, с баклажки налил, короче, блин, термос, короче, этого жидкого азота. Прям в кофе его херак, короче. Размешал, и все, короче. Правильно. Было дело. Вот тебе простая расческа. Было в одной лаборатории научно-исследовательской при Академии наук, когда я там работал. А в соседней лаборатории, ну на другом этаже, работала симпатичная девушка. Ну и, естественно, мне захотелось с ней познакомиться. Я так стал потихонечку издалека к ней приближаться. А она как возьмет, зачерпнет кружкой жидкого азота и в меня. Ну так, на пол. Тогда я еще не знал, что, в общем-то, ничего страшного не будет, если ненадолго. Да, даже можно пальцы пустить, да. Но потом, когда узнал, мне удалось все-таки ее охомутать слегка. На пол шишечки? На дровности отпустим, а что тут запись? Так, ну все, мы уже заканчиваем, да? Забиливай тут. Не, ну вы нас... Пили, Шура, пилите, они золотые. Ну, пока медные. Ну, тренируйтесь. Не, мы еще пока до синтеза не дошли, но это в будущем. А так, да, можно и потом будете золотые запилить. Нам слышен ваш Сизифов труд. Да, титанический труд. Чего-то, запиливаем. Сейчас две дырки в одной. Да, да, дайте две дырки. У меня еще на линейку. Боря, ты записываешь? А, у тебя-то ее там расширили, пусть курить все? Ну что, уж сделал сразу вот такие вот, что здесь есть. Вот, вот, все равно стоит. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Да, я понял. А там палок, стоп, наверное, нету. Пойдешь на саду, зачем? Ну, опять-таки все, отлеплеть, прилеплеть. А, мне третья рука нужна. На секунду, говоришь, я уже... Палок, где есть третья рука? Сейчас, подожди, может там еще палки? Все, вот, вот. Я не могу. На. Не заниматься. Значит, Сэн Гюллиан, ты не хочешь, что фирма «Воспит» запатентовала защитное поле и нарушений, что работает у их самолетов и также у их кораблей? Ну, и чем они защищаются? Защитным полем. Вот как-то. Да нет, ну, опять же, видишь. Не, ну, есть электрическое поле, есть магнитное поле, есть, в конце концов, гравитационное поле. А вот защитное поле такого не слышал. А они будут защищаться... Можно, конечно, защищаться, если окружу этот объект плазмой. Да. Вот плазма, она не пропускает. Ни электрическое, ни магнитное поле, да? Да, но все другие объекты, что ведь пропускают, ракеты, грубо говоря, пули и так далее. А тут защита. А твоя поле даже пули не пропускает? От поражения, да, да, да. От поражения вражескими снарядами и так далее. Ну, это что там? Толстый слой фанеры. Если очень толстый, то тоже не пропустят. Защитное поле запатентовали, я что-то говорю. Что они там говорят, а? Светят, что ли? Не, ну так более-менее красиво-то было. Такое ощущение, что они там решили холодным синтезом все-таки золото получать. Там что-то пилили, пилили, видно, до чего-то дошли. А нам не показывают. Начни стерлить, да? Да. Не, ну что, так, что я... Первый примотаем. Покажем, короче, вот на толщине 0, чтобы там 80 было. Как это действует. И потом вообще из другого куска, как бы, меди еще один. Но там будет он еще толще. Там, наверное, сколько там? А, ну где-то полтора миллиметра толщиной. Будут шторки такие. Вот, смотрите, друзья. Мои поганые руки, короче, практически не воздействовали. Я вот их специально немножко все подравниваю. Они все-таки какие-то более-менее... Так, где? Вот. Не, не так. Вот. Вот так. Вот. Вот. Я их маленечко сейчас все под это... Туду-сюду. Вот. Руки у меня абсолютно сухие. В общем-то, можно им немножко доверять. Может, конечно, и поганые, блин, но... Хрен его знает, да. Смотря, что ими делать. Ну, слушай, ты сейчас там сколько занесешь там других металлов? Потом надо что? Оплоснуть в воде, в ацетоне, в кубирке и продуть сжатым воздухом. Все. Ладно, хорошо. То есть, вот, все. Я, в общем-то, все подготовил. Вот. Так. Сейчас в камеру попаду. Ну, слушай. А стол деревянный раза три сильно стукни плоскостью, чтобы все сбросить там, что прилипло. Не, ну, у меня все есть, что-то перечислить, я согласен. Смысл, короче, какой. Вот у нас две дырочки, вот тут и тут. За эти дырочки мы ее подвесим к коромыслу. Такую же повесим, как бы, рядом. И будем кипать туда большим магнитом. Вообще супер. А, кстати, вот ту пластинку алюминиевую, дюралевую, вернее, так бы, хорошо бы тоже за две ниточки подвесить и к потолку, чтобы побольше длина была. А тут сразу будет видно, там или фуко, или притяжение. Ну, как бы, да у них и на этом коромыслие все хорошо видно, в принципе. Ну, да, наверное, если подвесить потолку... Ну, видно, надо приглядеться, конечно, да. Если бы мы там были, мы бы подлетелись. Мы даже микроскоп поставили, чтобы рассмотреть. Ну, да, ну, ребята же ведь показывают, и они же говорят, что прям прилипает, прям, как будто железяк. Они же сами говорят, что прилипает, как железяк. Поэтому вот этот момент, он очень интересный, и я сомневаюсь, что здесь какой-то феромагнетик содержится внутри. Я тут думаю, что это кое-что другое. Нет, ну, алюминий, он что, парамагнетик, да, тогда тоже будет притягиваться, если у алюминия есть такие свойства парамагнитные. Тем более на таких вот чувствительных весах, да, конечно, будет сразу чувствоваться. Ну, да. И что неудивительно, в принципе, так вот, а вот если диамагнетик, он должен чего, отталкиваться, что ли, да? Отталкиваться он должен, да, да. О, а вот, а что там у нас диамагнитные-то у них есть? А к боковой поверхности будет прилипать. К боковой, в смысле, если к боковой стороне магнита ты имеешь в виду, да? Да. Понятно. Диамагнетик должен прилипать, в принципе, ты думаешь, да? Надо подумать. Да, там хитрые возникают эффекты, когда вот под разными уголами. С самой пластинки зависит, как бы, на взаимодействие. Геометрия. Ну, да, все же это свойства, это свойства вовсе даже не атомов, а свойства решетки материала. Как она расположена, к тому же еще ее конфигурации. Атомы, сами по себе, даже диамагнетики не способны зафиксировать, ну, при намагничивании, да, какое-то состояние. Они, как бы, ни с чем не связаны, поэтому они как-то могут и реагировать, конечно. Как только уберешь магнитополь, они обратно, так сказать, в то же положение вернутся. А вот решетка чисто механически чуть-чуть искривляется. И в этом положении может замереть, пока мы ее сильно кулаком не стукнем и размагнитим. Кстати, это, да, любой магнит при ударе размагничивается. Этим, собственно, и объясняется, что чисто механический эффект магничивания решетки. Так, что там у них опять перекур? Спиртом протирают. Да-да, ацетоном все протер. Сейчас еще пять минут, и, короче, первый вариант будет готов. У них же работа тонкая, ниточками нужно подвязать это все. То бишь сложная, тонкая работа. Ну да, мышцы уже тоже немолодые, чтобы прям вот это полтора-миллиметровое отверстие просовывать ниточку. Уже сложновато становится. А мы еще пока без очков, нам еще хуже. Я когда изучал свойства диамагнетиков в магнитном поле, подвешивал их на лесочке. Настолько тонкой, что тоньше человеческого волоса. Вот тогда все было видно хорошо. А ниточка, она, блин, все равно имеет как бы свои свойства кручения. Какие материалы подвешивал? Германии, Кремний? Не, ну, в нашем случае уже ниточки просто достаточно. Не, у меня есть это, пакли вот это вот такие, эти волосочки, как она называется такая. Ну, я трубы ими заматываю. Вот. И там есть волосочки, можно и на волосочке. Есть и леска хорошая, как бы. У нас же, как бы, товарищ Бобров у нас и спонсор нашей, поддержка. Вот. И он вообще этот заслуженный рыболов вообще у нас в России. Так что подвешивать пофигу на что. Вот к нам подключился еще один естественно-испытатель крупный из Самары. Вот. Привет, Константин. Как живешь? Реактор строю. Термоядерный или просто ядерный? Токомагнитный. Магнитно-фотонный его. Новое слово. Да, популярное становится. Мы тут вот изучаем магнитные свойства разных металлов. Что такое токи Фуко? И почему они так вот фукируют, то притягивают, то отталкивают. Я только могу задать интересную. Давай, давай. Вот ток через дроссель течет. У него, например, снизу минус, сверху плюс. Правильно? А где у него верх-то, Денис, дроссель, я что-то не понял. На снизу рисунь и листочки. Снизу вверх. Какая у тебя разница? А дроссель у тебя не лежит, а стоит, да? Ага, понятно. Стоит дроссель. Да. Ток прерываешь, и он тут же, мгновенно, разворачивает полярность. Ток пытается продолжать течь в ту же сторону. А, ну да, я понял. То есть импульс на сроке в другую сторону дергается. Понятно, да? Да. Вот с чего заряд перебегает? И как они перебегают? О, очень интересный вопрос. Вот кто из нас тут хоть чуть-чуть в токе понимает, может ответить, да. Это непростой вопрос. Там ничего сложного. Там ничего сложного вообще. Мать, народ. Ну, это вообще уже, слушайте, ну это младшие классы уже школы, блядь. Ну, ну. Так, слушаем. Не, не, Юлиан, давай, давай, я посмеяться. Давай, давай, из детского саника. Я посмеяться хочу. Начинай объяснение, я поржать хочу. Да мы там все знаем. Мы хотим твои знания проверить. Давай, давай, ты тут там что-то выл говорил, о, это у, поэтому давай рассказывай, я посмеюсь. Не, 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 нет, я тебе не буду такие тайны открывать, что ты их передашь нашим врагам. Опять ничего не могу понять, понимаешь, Юлиан, я вот не могу понять, ну хорошо хоть запись ведется. Я пытаюсь понять, когда ты там издавал звуки У, или там ВЫЛ, когда, я что-то не помню. Кроме скептика, я не слышал, чтобы кто-то издавал звуки У, или там У. Вот от него я слышал эти звуки, а от тебя я такого, по-моему, не слышал. Хорошо, что хоть запись ведется разговора. Вышлешь потом скептику, пускай послушает. Причем здесь У, У, Я могу и другие звуки издать. Скептик сейчас сказал, что ты вот такие звуки издавал, и ничего не озвучивал. Я услышал только от него звуки. Ну, видишь, скептик, он как бы сказать тебе, скептиками не становится, скептиками рождаются. Это вот похоже у него от рождения такое, да. Хорошо. Ребята уже, я так понял, протерли пластины. Спириту свиньи, как говорится, использовали по полной программе. Так что сейчас будут эксперимент проводить. Кстати, кто там задал? А, это Константин. Константин. Для объяснения нужно принять во внимание, что ток, вернее, заряд в проводе, проводящем, значит, металле, передается с помощью, так называемых, свободных электронов. А у электронов есть свойства. У них есть масса. То есть, есть энерция массы. Ну, а дальше уже, вот, рассуждай. Дальше. Ну, вот и объясни. Я что спросил, сказал. Не-не-не-не-не. Это на УХО. Там электронов. В учебниках это никак не объясняется. В учебниках не объясняется. Что-то забалтывает. Так, смотрим эксперимент. С медью. Так, итак, внимание, да. Сейчас подниму чуть-чуть камеру. Поближе там, чтобы, да. Ну, ближе не могу. Не примагничивается. Да, вот медьяха 0,85 толщиной порезанной волоскуты не примагничивается. Вот. Лишний раз мы убедились, что в алюминии у вас нечистые. Вот медьяха... До этого, да, мы использовали вот такую гребенку алюминиевую, но мы ее сейчас еще, в конце концов, мы сейчас возьмем, во-первых, медь толще. Посмотрим, что с ней будет. А во-вторых, обратно поставим вот эту алюминиевую гребенку и попробуем, как с ней будет реагировать. Вот у нас, ну, две пластинки, они одинаковые. Тихо. Катастрофа. Вообще, просто катастрофа. Слушай, я чуть инфаркт не выловил, не выловил, короче. Вот так бывает с экспериментаторами. Володин, уже срочно перекурить это сделал. Работа экспериментатора сопряжена вот с разными опасностями, даже для жизни. Что знаешь, когда смешаешь, допустим, две жидкости, вот, между собой, или воткнешь проводящий предмет в розетку? Заранее неизвестно. Кстати, Константин, вот, учитывая инерционность электронов, сразу же, ну, любой схеме, видишь, катушка и прерывание, там, будь с транзистором, там, ключом, с чем угодно, да? Рассуждай так, смотри, ток шел в катушке, он имеет инерцию, ну, электроны имеют инерцию, да? Значит, оборвал, но по инерции они дальше некоторое время еще идут, и, соответственно, переносит заряд на одну из сторон катушки. Естественно, там будет минус. Предположим, конец плюс. Все очень просто объясняется. Юлиан, спасибо, поржал. Ну, я доволен, что ты иногда ржешь, как лошадь. Мы не знали. А я немножко по-другому рассматриваю этот момент. Есть проводник. Электроны толкаются снизу, снизу минус, да? Они толкаются снизу, текут в сторону плюса, правильно? То есть изначально их снизу больше. Мы их оборвали, следующие мы не подали туда. Следующие мы не подали. И почему нижние, снизу, с нижние превращаются, убегают наверх, а снизу плюсики появляются. Так я тебе точно объяснил чисто физический эффект. Это даже не какое-то вспомогательное, да? Вот там типа там правой-левой руки. Чисто физически они движутся в проводе по инерции. и смещают зарядку. Движение по инерции какая? Два сантиметра в секунду? Тогда они развернутся, блин, через час после выключения. Нет, подожди, нет. Ты не так рассуждаешь, нет. Ну как не так? Я так рассуждаю. Ты так объяснил, я так рассуждаю. Во-первых, все будет зависеть от индуктивности. От индуктивности сильно зависит в этой катушке, как они, насколько там пролетят дальше, да? Ну тут надо еще один эффект учитывать, но он тоже нигде не описан в ни одном учебнике. Даже академики его даже не подозревают, что он есть. Но я сейчас не буду его рассказывать. Потом тебе отдельно расскажу. Ну маленькую подсказку тебе скажу. Ты же знаешь, что есть два эффекта проводимости, да? Да. В толще и по поверхности. Немножко вот подумаешь и сам сообразишь. Ну вот сейчас ребята сделают очередной эксперимент, и мы послушаем объяснение этого эксперимента с точки зрения ритмодинамики. Итак, итак, друзья, у нас просто вот с толстыми пластинами там пока товарищи паяют. Мы сейчас повторим с алюмишками, короче, просто вот как это действует с алюмишками. То есть вот до этого уже... Ну, давай, это тоже интересно, если сказать. Эксперимента нужно делать не один, а несколько, чтобы убедиться в правильности своих выводов. Сверху, блин, вон, скрипежа слетела. Сюда и надо нажать, нажать. Я не знаю, в чём я нашёл, я не знаю, где не лежал. У меня вообще гвоздей нет, где вы их нашли. Два гвоздя нашёл. Да блин, то что, что всё падает, короче, блин. Сейчас же действует затмение солнца. Вот и всё падает. И предыдущие вот этот самый, да, катастрофа тоже по этой причине произошла. Так, и так, да, мы до этого юзлили вот такие вот, то есть перед этим мы пробовали вот такие вот, но, кстати, тоже можно... Ну, не знаю, наверное, уже, блин, силы у нас не хватит и времени. До этого пробовали вот такие тоненькие, но на самом деле они работали как алюминиевые. Работали ещё. Нет, самые тонкие работали. Вот эти вот первые, самые, которые пробовали после алюминиевых, самые тонкие, они, блин, тоже прилипали. Взяли, то есть вот здесь вот, наверное, я не знаю... Ну, сейчас замеряю, сколько вот точно вот первый экземпляр был. Они тоже прилипали к магниту, что ли, Володя? Да, вот это вот, она тоненькая-тоненькая, прям вот она как пружиночка. Я не знаю, сколько там, 0,1, может, ну, 0,2, да это 0,2 нету. И что, она прилипала? Да. Может быть, конечно, там согласен, там присадки меди, там... Не, 0,1. Смотри. 0,1. Как делают такую фольгу-то? Её прокатывают стальными, этими, в стальном, это, сам, прокатом стали. И очень даже может, что от этого, от этой стали какие-то вкрапления вдавились. Так, ну и так, что у нас вот это, практически всё готово. Сейчас вот это чуть-чуть сюда подвинем, чтобы сбалансировать. Подвинем, вот. Так, ну, может быть, еще. Нормально, короче. Так, видать. Да, блин. Магнит нормально примагнитился, но не, магнит хотя бы достал, сейчас мы переделаем чуть-чуть. Так, иголка, всё, короче, смоталась теперь, да? Это упал, наверное. Ну, ладно, не, иголки-то есть. Так, тапочка, да, она от меня ходит. Теперь, теперь. Ну, а почему она именно в ногу должна, блин, воркнуть? Ну, может, найдётся ещё. Ну, может, найдётся. Есть большая ещё иголка, та старая осталась. Это была, опять катастрофа, что ли, что-то там упала. Да и Василий как-то была. Василич, зачем мне батарею на ногу уронил? Уронил, и как там? Нет, тут, вот, а тут, это, видишь, не по физике, короче. Тут, короче, магнит примагнитился так сильно, то, что, блин, оторвать невозможно было, короче. Пока оторвали, всю конструкцию сломали. Тут, видишь, в обратную сторону все силы действуют. Ну, это не иначе, как затмение. Эффекты затмения. Всё противодействует, всё противодействует. Не хочет, да, вообще, ну, не лезет, короче, ну, никак. Ну, сейчас мы это продолжим всё равно. Ну, да, гарантия. Паранее. Так, где припой-то? О! О! Практически. Офигенно. Подожди, надо чё-то не разочетить. У тебя есть плюс, и чай. Детатка, что-нибудь, скажи. Вадик. Типа, шарики, где ты? Ну, так кто же, чё-то пойдёт? Понятно, я это... Так, всё. Вадик, наступает момент истины. А ты комментируй, чё-то предлагаешь. Ну, потому что, потому что, ну, короче, это же не прямая, они по другому. Слышно? Слышно? Типа, деревяшку чё-нибудь. Карандаш. Слышно, слышно. Во! Ну, демонстрирую ещё раз. Вот магнит, короче, такой, достаточно серьёзный. Сейчас его замеряем. Поддержать, а потом, скажите, мы вот эти. Вот, вот это место. Да, и всё. Четыре с половиной сантиметра в диаметре. А толщина? Толщина? Три сантиметра. Ох, какой хороший магнит. А толщина в Теслах? В Теслах там не написано было, а там написано было сто килограммов. Вот, ну, ручки... Такие здоровые, у поверхности не меньше одной Тесла, наверняка есть. Ну, да, 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 да. Может, даже больше. Да, ну, может, даже два, полтора, два. Ручка у нас из обычных этих неогибов, как бы... Ну, можно и палку сюда железную примагнить. Ну, просто что-нибудь ровненького нету. Итак, короче. Ну, все, наверное, видели и понятно, то, что вот от обычной железяки... Молодец, ты как хорошо стоишь и рукавом загораживаешь. Вот она отталкивается. Но потом, как бы, если вот к ней, вот да, вот, ну, на самом деле наглядно было. То есть вот, если в нее вот так вот... Сейчас, с другой стороны. Какая расплавленное дерево. Если к ней вот так вот, как бы, пихать магнит, она вопросов нету отходит. Но это просто кусок этого алюминия. Вот если к нему сначала подвести... Да-да-да, Володя, а ты попробуй вот так. Толк-то встекается, короче, вот за магнитным полем. Вот он... Да-да, а теперь смотри. А теперь подноси не так вот, как ты подносил, да, а снизу. Снизу. Хорошо, давай снизу попробуем. И почти прикасаюсь, да. Не-не-не-не-не, тоже плоскостью, но снизу. Вот так. Блин. Опять катастрофа. Так, Володя, я чувствую, что вы слишком много... Володя, я чувствую, что вы слишком много спирта применили для протирки данных экземпляров. слишком чистый магнит оказался после протирки не ну вы просто реально не представляете вот эту силу притяжения слушай я и меньше магнита держал в руках и до крови разбил пальцы когда они соединились между собой вы просто меняете ну я к чему к тому то что я то вообще вон катушками занимаешься вот катушки делаю а вы меня заставляете вот то вот этот метод же друг мой приехал это задачу короче вот все этой затеи ну и так чтобы вас поразвлекать чуть-чуть и вообще как бы послушать ваше мнение на вообще какие силы тут воздействуют как бы ну вы такие типа же теоретики и очень интересно послушать что вообще на это скажите да и теперь еще и ну еще разочек сейчас вот мы закончим этот пока ролик там уже почти допаивают толстые короче чего алюминий все-таки притягивается чуть-чуть да без вот реально посмотрите вот этот я к решетке то есть еще раз это алюминиевая решетка которую я показывал и вот она реально вот она да она притягивается я вот до нее не дотрагиваюсь но она как бы притягивается это для эта штука реально отталкивается но тоже до той поры пока вплотную вот если вплотную вот магнит я представляю она будет точно так же короче за него вот кинуться ну там как она вот за ним тянется короче в общем володя володя я сразу скажу чтобы вы долго эксперимента не проводили с медью показали в общем медь является диамагнетиком а алюминий является парамагнетиком понятно 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 да и все там осциллограф бы в сторонку куда-нибудь отодвинул а то там магнит и не зря бог упадет на него не ну этот осциллограф он не железный короче магнит к нему не полетит сто процентов он то не полетит но упадет а он же тяжелый не магнит полетит к железяке ну хорошо не научил уже несколько раз но реально да я это мне привозили еще больше магнита но я как бы их так чуть-чуть поюзал там и это ну как бы из рук грубо говоря вот а это вот реально такой он блин вообще капец блин примагничивается реально 10 сантиметров его в руках если просто такие ну как обычные хваткой предметом ты же его не сжимаешь там не удерживать вылетает на хрен из рук и все да ну а тогда на самом деле конечно вот сейчас еще с толстыми я проведем этот эксперимент а так конечно удивительно на самом деле ну лично мне вот мне вот пацаны показали все звати и реально конечно вот ну реально вот она примагничивает но это люмишка вот она из такой же люмишки вот которые там показывал это будет короче вот она реально отталкивается но если вот как бы и вот все прижал от ней то она уже все тянется нормально все за ней все по 10 вы там не все еще медь то изрезали есть какой-то там кусочек то не слишком маленький а можно даже и алюминиевую плиту даже у нас когда мили не хватает мы на фарстанцию ходим провода там отпиливаем так нет есть какая-то плоскость какая алюминиевая там или тюралевая медная серебряная по которой можно вашим вот кругленьким магнитом протащить но я не знаю просто именно что ты хочешь короче а ты помнишь мы делали эксперимент с андрей у него был кубик да и он его скатывал по разными сторонами по наклонной плоскости вот что-то вроде такого повторить ничего такого не помню ну может это может идти и не смотрел кубик равна это гранты ну смотри вот у тебя есть какая-то пластина там более-менее там среднего размера но легкая там ты берешь полюсом да и водишь не прикасаясь водишь она будет подтягиваешь магниту да скользить по столу понятно да почему ну не знаю я такого не пробовал ну то есть перенапластовую пластину берешь а вот давай попробуй пробуй она будет за тобой следовать магнитом так это еще надо сделать какой-то такой блин ну это грубо говоря надо ванну какую-то налить нет а твой просто твой это плоскость стала любого да на нее положить лист и вдоль этого листа над поверхностью двигать в стороны но не прикасаясь ну где мы там на состоянии там сантиметра пять миллиметров ну там же воздушные потоки возникнут она будет двигаться не тут занудка не что-то это не так быстро двигать никаких потоков там не будет будет чисто магнитное взаимодействие он будет подтягиваться от листик за твоим магнитом по столу будет перемещаться ну да во первых начнется процесс электролизации коровину это ну это такая мелочь можно не учитывать нет он и будет двигаться то есть вот когда электрическое поле вырастет до определенного уровня и начнут там электрическое поле выросло тебя нужно там с половиной скорости света проносить не надо прикасаться над поверхностью не даже не прикасаться ты возьми кусок пенопласта на расстоянии сантиметра дивана туда сюда поводи короче это будешь магнит ты же будешь водить то магнитом и на и не на диване без разницы чем водить дюрали там или или вы все изрезали я подожди мы сейчас толстую делаем ну как толстую какой толщины полтора миллиметра называется вот этот листочек можешь положить на стол приносим даже 4 миллиметра вам пацаны говорят нет но может и уже не получится потому что стол шершавый просто будет мешать не так вот еще раз друзья вот что у нас получается до этого вот у нас тут петельки могу обратно одеть мы вешали вот такие вот гребенка из меди тоже какой-то определенными а листик был вот одна медь перед этим мы пробовали вот такой вот тоненький притоненький короче листочек меди он вроде как подтягивается слабо короче но как-то подтягивается все равно то есть свойство проявляться начинает вот это потом мы еще пробовали алюминиевый то есть алюминиевая гребенка эту просто ножовкой короче пробили на второй кусок у нас целиковый и реально получается то что вот решетчатая система она как бы больше подвержена притяжению то есть чтобы как бы вот эту вот пластину ее как бы прям сразу никак не возьмешь она отталкивается и все а это вот как бы вот подвел и все и вот она она уже короче с ним взаимодействует вот тут однозначно есть крепление ферромагнетика это даже не диамагнитический и не диамагнитический эффект потому что иметь и никель и кобальт и алюминий вольфрам что там еще это все диамагнетики то есть все диамагнетики они конечно имеют маленькое притяжение но но в данном случае правильно притягивается это какие-то вкрапления там есть возьми любой другой листочек из алюминия такого эффекта не будет вот чисто алюминий найди не ну я тебя лишь понимаю ты красавчик возьми говорит найди где его найду так я понял ты меня подстрекаешь короче к этим на статью короче на какой ну за такой кусочек не дадут много на административку ну да ну да народ говорит да ведь вова ничего нормально на административку только заработаешь и все да да ну ты еще рублей заплатишь подумаешь я же безработный откуда у меня деньги то ну как одолжишь потом отдашь кого должен как не отдам ты если я безработный блин кинешь к клич вот а мы так слушай вот и показывал тоники этот медный листочек у тебя же кусочек то остался большой побольше нет 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 у меня не лента у меня кусок где-то там был 20 на 30 но там от него что-то осталось вот немножко выпрями там чтобы не было так и положи на стол даже так вложи легче будет раздвигаться даже и чего же просто ну вот освободи там стол там у тебя что-то лежит на столе там маленькую площадь освободи положи а потом магнитчиком по воде ну сейчас чуть-чуть попарим лил они просто не разной толщины я деревяшка я одну прижимаю все там пацаны вон шторки заканчивают делать медные хорошо хорошо ты успеешь давай ложи лист чаще примлю действие затмение ослабевается я чувствую все отпускать даже ну что нормально смотри что получилось вижу косяк ну и что он козыка короче банка у нас тут все очень честно так юлиан и чё ты хоть и чуть пониже вебку наклони чтобы было видно лучше столу а ты включи меня на экранку мне что покажешь вот самое то вот убери там что-то такое тебе эту площадь маленькую освободи карандаш магнитом в щепки разнесло просто ну да вот слушайте я хорошо карандаш у меня палец вот так вот разнесло до крови что такое-то да не юлиан нифига не отпускает короче твоя это луна все что-то падает короче рушится блин нет ну а это постепенно и не сразу не моментально я же говорю уменьшается расческа короче блин улетела ускакала ускакала вообще конкретно блин вот нет это целиковая расческа там где у вас паяльный прибор станет с феном куда полетела на стол на стол улетела огонь и все все нашли потерю смотри-ка север какой зоркий так ладно обратно конструкцию собираем там вот последний наш зато я свою гайку так и не нашел гайка на расчелки в полу есть вот там ищи гайку гайку надо искать теперь у володи моему магниту примагнитилась так юлиан ну включи меня на экран чтобы не видно это было что я вижу все видят наверное а это я не могу это ты только можешь там сделать как-то я не знаю как тебе включить на экран а зачем тебе ты видит мы тебя видим мы видим стол видим что что лежит он хочет видеть то что показывает процесс как-то надо смотреть что я показываю я же а вот смотри там вот лежит магнит вертикально да вот в этом месте положи эту пластиночку медную вот другую сторону все сдвинь там чтобы не мешало и вот теперь на воде рукой этим только не прикасайся туда-сюда быстрее ну а-а-а-а видел да сдвинулась это токи фуку то же самое двигается двигается базара нет все да абсолютно правильно возьми только большой этот самый круг это цилиндрический магнит другие от цепи чтобы это не мешали один цилиндрический да и и теперь тоже в один а теперь же боковой поверхностью воде и так а потом на 90 градусов повернуть так он будет чуть-чуть но иногда будет притягиваться но слабо не вообще практически но может и есть конечно рукой ты чувствуешь сопротивление рукой не разверни этот диск до 90 градусов вот так вот так води вообще не будет ничего приказать вот так так тогда вот так да да здесь надо очень параллельно водить наклонять нельзя по полюсам вниз ну тут трудно делать да на самом деле оно да оно действует подожди я тебя все перепутал нет вот так и должно а теперь возьми на 90 градусов развини и и двигай за цилиндрическую поверхность пальцами возьми вот так вот да 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 и двигай вот тут будет никакого влияния не должно быть абсолютный ноль ну да вот 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 третье положение мы тогда с андреем только мы тогда катали кубик значит и вот все три положения сильные послабже и вообще никакого эффекта нету ну вот это все принципе объясняется теоретически но академики этого не знают объяснить вряд ли смог это все это не знаю ни хрена они не знают все в пределах обычной физики ничего здесь такого нету все тут нормально ну да конечно это все конечно это все что показано это все физические эффекты кто спорит но объяснение это должно быть тоже физически токами фуко объясняется токами фуко ну да конечно да а почему только фуко нету когда вот последний третий раз когда показывал они вообще не возникает нули абсолютные если все асимметрично а как они а как они могут возникать если у тебя один полюс с одной стороны другой полюс с другой стороны и токи фуко которые там возникают они просто-напросто ну как сказать друг другу противодействуют вот и все вот другой момент если проверить будет ли происходить нагрев меди при таком передвижении магнита когда токи фуко друг друга как бы компенсируется это вопрос интересный вот ну это тоже уже бровя изобретателями крутили в этой шуруповерте там вообще короче очень быстро крутили магниты абсолютно никак не чувствуется ни притяжение не только фуко ни нагрева нету конечно если крутить так чтобы полюс когда полюса меняется конечно будет нагрев еще какой-то до красна можно разогреть а вот относительно оси вращаешь никакого воздействия вообще нету если цилиндрейский магнит вокруг его оси крутить я тебя понял я тебя понял вот сумасшедшей скоростью никак не будет влиять абсолютно а если просто вокруг оси в смысле вот одним полюсом повернул к меди и крутишь этот магнит и ничего нет это понятно тоже тоже все понятно ну как все понятно по крайней мере это известно вот это мы уже обсуждали а вот почему когда на ребро кладешь магнит и двигаешь туда и по прямой линии да когда по прямой линии и тоже да ты говоришь что ничего не греется да нет да так вообще нет воздействия магнитного никакого нету кого-то бы это просто кусок металла не магнитного точно так же будешь перемещать и не ощущать сопротивления ну я понял ну надо посмотреть проверить этот момент точно не нагревается ну возьми кубик магнитный проверь очень быстро делается легко алюминий коем там пластинку алюминия и подвиги не подожди Юлиан ты хочешь сказать то что если я возьму короче блин там какие ну сборку неодимов допустим 10 сантиметров шириной и там допустим там два на два толщиной вот такой кубик что-то делал на вал поставлю и снизу медяхи буду крутить и медяха греться не будет это по разному нет Володя Володя Юлиан объяснил что не будет не происходить никакого нагрева и сопротивления и в том числе нагрева если крутить будешь вот так как ты поперек ставил то есть один полюс у тебя был не-не-не подойти подойти так крутить вообще не получится нет вот телевизорский магнит вот то что лежит на столе его относительно его собственной оси крутить чем-то быстро и поднести этот лист и не будет никакого взаимодействия в такой плоскости конец запутали нахрен вообще в конец так что ты правильно сказал да не так давай по другому есть нет если над магнитом вот таким круглым точно по его оси крутить любую немагнитную волчок немагнита допустим вот в этом случае никакого взаимодействия не будет но стоит сместить чуть-чуть на миллиметр в сторону от оси тут же он прилипнет и упадет на магнит не как только ты начнешь этот волчок крутить он к магниту от магнита начнет грубо говоря отталкиваться и он на него нет если точно по оси точно по оси никакого взаимодействия типа точно по оси ты не почувствуешь что это магнит вообще если его крутить то почувствуешь нет точно по оси не почувствуешь ну слушай ну над магнитом я еще ну твоя же идея над магнитом это мы крутим то есть мы над магнитом крутим не а магнит тоже можно крутить но он будет притягиваться полюсом конечно если близко поднесешь но можно волчок покрутить да господи надо все эти эксперименты сделать и в принципе должно быть вообще то в любом учебнике эти эксперименты уже давно сделаны если магнит крутить покажи в учебнике эти эксперименты не найдешь да и я крутил магнитами этими моторчиками нет я много кто крутили но в учебниках этого нету хотя это сделать элементарно в начале ну восьмом девятом классе школу любую не если ты короче магнит крутишь по оси на магничивании грубо говоря которые вот ну протыкает да вот на котором эти по оси да ничего там не будет я и говорю что не будет никак никаких только фуку не будет вот об этом он говорит уже 5 минут он об этом 5 минут и говорит тут конечно лучше показывать потому что со слов сложно понять что я говорю да вся проблема во взрослопонимании вы часто все и скептики и Юлиан и ты Володя говорите об одном и том же но друг друг не понимаете ну примерно да нет я ну представляем да нет мы как бы это ну хорошо а если не крутить а если не крутить а перемещать ну то есть вернее вращать по по плоскости не ну типа короче вот она не вокруг центра крутится а допустим ромашку описывает вот эта система в плоскости так нет нет ты ее просто катани по по листу вот она поехала сама крутится не ну в конце концов ну я вашу логику понимаю да в конце концов почему это все дело то вот к тому то что надо будет создать я сразу тебе говорю что протаскивать вот этот цилиндрик по немагнитному материалу что он будет крутиться как поворот ну катится как рисо однохренственно тока фуку не возникает 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 когда крутим возникает а я на слографе видел не ну давай про про а как ты на слографе будешь только фуку видеть очень просто потому что там появляется эдс о эдс появляется еще раз берем магнит вводим его вот так вот начинает это ты чё пахнет я его реально не касаюсь могу даже камеру вот пониже еще поставлю просто чтобы ну понятно блин опять этот блин магнит лучше конечно с кубиком проводить там вот четко берешь и плоскость уже видна как камеру там бьешь всем магнитом вот и так короче вот он этот магнит вот я его вот так вот ввожу и ничего не чувствуешь да вот сейчас да не вот сейчас вот есть чуть-чуть но есть то есть он ну потому что у тебя как ты неровно по горизонту у тебя нагибаешь чуть в сторону и уже полюсом начинаешь водить поэтому не ну не оно там есть реально то есть а вот когда вот так вот разворачиваем магнит тут вот реально пардон я опять ошибся вот вот так час не будет да вот час не будет а тогда должно было но чуть-чуть да все правильно отлично володя а теперь возьми поставь на на прямо на пластинку поставь магнит на пластинку нет чтобы он как колесо стоял вот вот а теперь прокати туда-сюда валенту все собираться к нему начинает гвозди там всякие до цепляются пальцы аккуратно володя ну тут стол кривой ну не знаю ну я посильнее ну видно видно стол кривой а фуко нету никаких вообще есть ну тут надо конечно этот тщательный опыт делать все убрать чтобы было все горизонтально ровно плоско а так конечно наспех тут будут ошибки я это делал с салорахом там эдс возникает если возникает эдс значит токи появляются так вот в том то это мы вместе делали у меня даже запись есть надо только искать на каком-то диске лежит да эдс возникает а фуко нет в том то и дело что эдс возникает а эдс возникает эдс возникает по краям в смысле ну как сказать по вот это я не знаю на сторонах полюсов не понял еще каким краям не слышно я говорю эдс возникает на краях полюсов ну то есть вот ближе ты ставишь на стеллограф на метру и дальше на метру пластинку пластинку в контакте ты не помнишь своего эксперимента ты подводил это подключал стеллограф к пластине в любом месте пластины кстати никак не влияет и коси и коси да да и да да и был эффект ну я поищу может быть завтра после завтра но я должен у меня было два марнита они навстречу друг другу были как бы на одной оси а потом ты сделал такую да на общей оси их посадил помню да крутил тоже это я помню да я все покажет хорошо бы тот эксперимент более тщательно подготовить и проделать записью все уже скорая решетка доделывается ну вы там решетку на как там различить это фуко притягивают или эффект магнитный тут надо по-другому сделать эксперимент чтобы это проверить допустим подвесить в каталку подвесить на двух тонких ниточках ну мы ну мы ну мы ну мы ну мы фуко 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 или притяжение ну ладно мы сейчас вот эту жирную посмотрим пока покажем будет оно что-то меняться или не будет а потом обратно вот эту самую тоненькую повесим из меди сейчас последние вот эти наши эксперименты они тупо из меди вот алюминий получается как-то реагирует а медь получается как-то не реагирует но алюминий является парамагнетиком еще раз говорю парам ну и медь тоже а нет подожди а диа да он диа ну да может быть это эффект да может быть может и быть надо тогда попробовать что там у нас еще диа есть графит допустим а больше ничего не придумать а висмут надо его еще найти нафталин ну да 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 вот так и сейчас все перемазаться нафталином понятно вот с теми колесами магнитами не успели эксперимент довести специально ли мне Там было бы еще интересно сделать съем потенциала не пластинчатый съемником, скользящим, а к этим колесикам. О, колесикам. Без трения, чтобы было. Ну, трение, качение, чтобы было. В этом случае будет совсем замечательно. Будет КПД этого устройства приближаться к единице, потому что трения резко меньше. И можно получить почти что БТГ. Еще раз, я что-то не понял, Юрий. Как ты хотел снять ЭДС? Помнишь, мы с тобой это до конца не довели, потом ты уехал, снимать с вращающимися магнита не пластинкой пружиной, а колесико поставить на оси и с него снимать. То есть, чтобы не было трения скольжения, а только было трение качения. Ну, резко меньше будет трения. Ну, и КПД устройства будет больше. Лучше будет приближаться к единице. Ну, да, что-то припоминаю. Ну, вот тебе-то не казалось под рукой этой колесикой, поэтому не проделываю. А есть еще более увлекательный эксперимент. Нас не подслушивают тут сейчас ЦРУ. На каждой на своем оси. У тебя были магниты с дырочкой, да, хорошие такие. Вот, цилиндрические и с отверстием в центре. И вот крутить их через треннее качение, то есть, чтобы они прикасались с цилиндрическими поверхностями, да, и снимать с осей. Вот это будет самое крутое. Таких устройств я еще не видел. Ну, чтобы снимать с осей, они должны быть как бы на отталкивание. Попробуй их еще прижми. А вот тут самое-то интересное. Туда два варианта, когда они притягиваются, а другой вариант, когда они отталкиваются. И вот один из них будет давать потенциал, а другой не будет варианта. Да. Ну, а что там, если эти оси закрепить, даже отталкиваться, ну, что подпружинить их, пускай прикасаются, и крутить на здоровье. А есть еще вариант, совсем замечательный, когда сделать между этими магнитами круглыми просто, ну, допустим, медное колесико, да, и нам пофиг вообще, они будут притягиваться, на таком расстоянии не будет чувствовать, что ни притягивание, ни отталкивание. Но передавать, короче, потенциал через это колесико. Понял, да? Через третье колесико. Да, понял. И тут уже можно там, ну, не будет отталкиваться на таком расстоянии, уже можно спокойно. А эффект будет создание ДС. Вот, было бы здорово, если бы ты нашел это колесико такое, алюминиевое там, либо медное. И вот такую штучку показал. Это было бы классно. Такого точно нигде нету. Ни в одном учебнике, ни в институтах такого не показывают. И академики об этом способе даже не догадываются. Вот, Игорь куда-то уходил, самое интересное пропустил. Пропустил что-то, да? Виноват. Это в записи, потом послушай в записи. Это сейчас пишется. Хорошо, а ты пока там ребята ничего не делают, расскажи, что было. Да что я буду сейчас рассказывать? Если бы ты взял два магнита хороших, такой диаметром примерно 6-8 сантиметров, с отверстием уже готовым в центре, две штуки нужно, и вот с ними бы проделать эксперименты. Их насадить на оси, как-то закрепить и покрутить. Вот, и бы там столько нового увидел, необъясненного. Это я столько пропустил сейчас? Не, ну мы говорили об этом, но надо это проделать, чтобы показать. Разговаривать, да? Да. А магниты расположить кольцевые рядом с друг с другом какими сторонами, отталкивающимися или притягивающимися? Разноименными или одноименными полюсами? А вот чтобы не было никаких препятствий, между ними поставить еще одно колесико, ну допустим, медное, да? Вот третье колесико, ну для контакта электрического. И тогда у тебя без разницы будет, они притягиваются, отталкиваются, на таком расстоянии ты ее не почувствуешь. Ну, подпружинить можно пружинки, на всякий случай, чтобы все прикасалось, все, да? И покрутить одно, не совсем понял, подожди, не совсем понял, то есть смотри, вот у нас одно колечко лежит, допустим, на столе. Сверху мы, значит... Не-не-не-не, эти магниты цилиндрические тонкие, там, допустим, там толщиной, там 6 миллиметров, допустим, да? Их нужно как шестеренки, друг к другу как шестеренки соединяются, вот так вот, боковой поверхностью. А-а-а, боковыми поверхностями. Так, присоединили, они слиплись, да? Допустим. Не, ну поставь там колечки еще немагнитные, да, чтобы они, так сказать, не слипались, не отталкивались никак, и чтобы, вот, чтобы не надо было там усилий каких-то больших прилагать, да? Вот. Ну и покруди, и подай на граванометр, там, на микроамперметр, там, какой-нибудь, и увидишь интересные эффекты. А-а-а. А микроамперметр куда присобачить нужно присоединить? К осям. К осям. А-а-а, к осям. Понятно. Понятно. Ну а что я там увижу? Там будет генерация электрического тока, в принципе. Да. Даже понятно по какой причине. Мне лично понятно. По какой причине кому-то понятно, а кому-то не вдомек. Ну хорошо. Ну вы поняли, почему? Разобрались? Что я уж понял. Это сначала, сначала тут, наоборот, процесс. Сначала нужно понять физику, а потом уже сочинить такое вот сочленение. То есть уже заранее знаешь, что будет. Вы разобрались с кем-то? Я говорю, вы разобрались с кем-то? Нет. Мы не разбирались, нет. Ну вот я говорю, надо кому-то собрать такое устройство, и вот разберемся в процессе эксперимента. Ну вот мы бы Володе бы такое поручили, но у него сейчас денег нету для покупки таких колес магнитных. Давай слушаемся, и он купит. Подожди, цилиндрические магнитики купить, они дорогие, в принципе. Ну там рублей по... От размера, конечно, сильно зависит. Ну нет, там примерно 800 рублей, вот такой средненького размера, по тысячу где-нибудь. Ну вот, парочку купить уже 2000, а 4 купить уже 4000, или там 3, допустим, 1000, это понятно. Ну, это же, во-первых, не доллара, это раз. Да. Ну так уже хорошо. Уже хорошо, да, согласен. Ну я пока это, как это... Сейчас я гляну, сколько они сейчас стоят, сейчас надо посмотреть. Да, смотри, потому что, может быть это, может их поменьше по размерам купить-то можно. Зачем такие прям дорогие? Да, я вообще подавляющее быстрое эксперимент сделал на цилиндрических магнитиках диаметром 2-3 миллиметра, и такой же и такой же длины. Ну, правда, в них дырок нету, отверстий, да, там не сделать вообще. Но некоторые эффекты можно проверять. Какая разница, просто будет очень маленькие слабые взаимодействия, но это же все можно измерять, подумаешь. Суть-то сохранится все равно при масштабировании. Ничего не изменится. Короче, а как теперь последовательно все это дело соединить, чтобы повышать СДС? Токи будут там приличные. Еще раз не понял, как что? Ну, это получается генератор постоянного тока, правильно? Уникулярный. да, это модифицированный генератор Фарадея получится, да. Но токи будут приличными. Это понятно. Если будешь быстро крутить, то они будут приличными. СДС будет очень маленькая. А как сделать, чтобы СДС поднять? СДС маленькая, малюсенькая, да. И что? Как сделать, чтобы поднять СДС? Как включить много-много-много таких цепочек последовательно? Я понял, да. Такой простой конфигурации, да, вот эта машина Фарадея, это как будто бы одно-витковый генератор обычный, да, экстрамагнитный. Да. Тоже маленький СДС. Вот. Как сделать много-витковый генератор Фарадея? Да. Это я рассказывал одному товарищу с Южного Урала, он даже сделал эксперименты, потом должен был сделать много-витковый, но потом исчез, видимо, ну, он там говорил, что у него с работой что-то там случилось, надо новую работу искать, ну, и с тех пор я с ним не могу связаться. Ну, вот там у нас вот уже много-витковый хотел сделать, да. Ну, как, я тебе скажу, только один на один, потому что это на ухо. Хорошо. Ну, в общем, неодимовые магнитики, такие кольцевые, в принципе, можно купить и по 100 рублей. Вот, 25 на 12. Такие дешевые. Ну, 25 миллиметров на 12 миллиметров и 5 миллиметров внутри. Ну, то есть 25 диаметр внешний, 12 высота, 5 миллиметров внутри дырка. Ну, так, что принцип этот проверить, поиграться с ним можно, конечно, и на маленьких, но так, чтобы делать генератор, который можно уже употреблять в домашнем хозяйстве, надо, конечно, ну, хорошо бы, конечно, 10 сантиметров в диаметре и где ему там 2 сантиметра в толщину. Ну, это уже стоит там 5-6 тысяч. Это стоит, вот только хотел сказать, это стоит нереальных денег вообще, да, поэтому. Нет, почему? Там самый дорогой магнит, самый большой, там где-то 12 тысяч, по-моему, стоит, такой, самого крупного размера. Ну, конечно, 5-6 тысяч за один отдавать, в то время, как нужно 2 или 4, это получается... Зачем 4, только 2? 2 нужно, зачем 4? Если 2 достаточно, ну, можно проверить сначала на маленьких, в общем-то. Только вот смотри, магниты, которые для, это, для удочки магнитной, такие не годятся. Там, где шлиц с одной стороны, да, высвелен, такой не годится магнит. У него косое поле. А надо вот ровненькая дырочка, просверленная, цилиндрическая. Да, я про ровненькие сейчас смотрю. Да, да, эти вот не годятся там, да. Это все понятно, что эти годятся, да. Вот, это я знаю. Я же твое объяснение внимательно послушал, поэтому... Ну, вот я сейчас один такой толстенький нашел, сейчас посмотрю, сколько он стоит. Так, кольцо. А вот я показывал, от динамика не пойдет, да? Ну, они косые все, да, плохо намагниченные. Ну, вот я показываю динамика. Нет, в принципе, да нет, в принципе, работать будет тоже. Нет, Юлиан, дело в том, что они должны быть покрыты хромом. Они должны быть проводящими. Ну, желательно, да. Как с них снять-то электричество-то, если хром не покрыт? это во-первых. Это во-первых. А во-вторых, они же должны быть сильными. Магнитная, Тесловская, их сила должна быть большей. Так, они обычно максимально уже намагниченные, насколько могут. И чем больше проразмеры, тем больше. Борис показывал сейчас ферритовые, они же слабенькие, я об этом. Не, 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 ферритовые не годятся. ну, они тоже будут работать, но надо, во-первых, чтобы была поверхность проводящая должна, значит, должно быть покрытие. Ладно. ферритовые, это, конечно, слабенькие, лучше вот неодимовые. Вот, вот неодимовые могли. Кольцо, 50 сантиметров, ой, 50, господи, чуть не сказал сантиметров, 50 миллиметров диаметра, то есть 5 сантиметров, 5, толщина, и 5 миллиметров отверстия. Вот, хороший магнит, и сколько он стоит? 600 рублей стоит. Ну, я так и сказал, примерно по 700, и покрупнее, ну, в общем, до 1000, 1200, вот я помню, когда искал, такие крупные уже. Ну, приемлемые размеры, можно покопить, за 2-3 года накопишь, 3000. Смысл, смысл. Ну, расскажешь потом, что ты хочешь сказать этим, своим экспериментам, расскажешь потом, ладно. Так, ты можешь брать, насколько хватит там денег, на максимального размера, да, и толщины максимальной, и из него просто сделаешь уже домашний генератор, который можно уже потом применить. Лампочки зажигать можно будет. Домашний генератор я могу сделать и на маленький. Это будет уже не игрушка, а маленький генератор хороший, полезный. Этот сделать и на маленьких магнитах, на дешевых. На маленьких он будет маломощный, это только принцип ты проверишь, конечно, на маленьких. А так, чтобы как-то осветить, допустим, комнату, на маленьких не получится. Слабовато будет. Ладно. Ну да, маленькие, там, средненькие для проверки и отладки конструкции, а когда делать уже рабочие, тогда нужно на максимум рассчитывать. самые большие, самые толстые, самые тяжелые. Когда уже знаешь, что это будет работать, да, тут уже можно и рискнуть, потратиться. Понятно. Так, ладно, что там, показывать, что-то нам будет, ребята. А сейчас вот, они что-то там с медью, там, что-то у них заторг, с медью. Ага, вижу, вижу. 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 Только у тебя, Володя, ты что-то эту камеру сместил, и мы только половину твою левую видим, и левую руку, а остального не видно. Или ты потом все перенесешь. Гайку туда надо, короче. Сейчас уравновесим эту штуку, и это, тяжелый получился. И будем показывать. объект поставьте, вот, точно по центру, между магнитом, и вот эти пластиночки, которые лежат на столе. Это будет точно цель. Короче, там, где астерогнов стоит, вот, по этому месту. Давай, давай. Ну, прям, ну, как, возьми, за центру возьми, потому что, чувствуешь, нет, вот так вот, подвесь, вот. На этой. Все, вот так вот. Хватит. Гайку, вы что, охренели? Ого. Хватит. Сломайте, папа ваша. А если нет, кем-налла, к этому большее, пройдет. 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 Продолжение следует. Пройдет. Должение следует... Пройдет. Так что вот Кто возьмет такие вот С отверстием два магнитика Как можно больше размера Получит очень интересный И эксперимент И даже рабочую модель Для Запитки домашних устройств А если еще Некоторую модификацию провести То можно поднять и напряжение Раз в 10-20 Да хоть в 100 раз Ну это уже будет побольше конструкции конечно Ну в 10 раз это элементарно Соответственно итог увеличится на нагрузке Раз в 10 Ну расскажешь Расскажешь потом Это вот Если у нас вот Белорусский товарищ Златомир Сделает У него это уже есть Эти все магниты есть И все конструкции там можно легко сделать У него там Под рукой Но если ты быстрее сделаешь То ты получишь Горячий пирожок С полочки Видно Сейчас мы Тяжеленная сволочь Она блин Это Медная Фигня Не зажмуривайтесь Так Ну и так Вот мы уровень навесили Тут я даже не знаю Железяка Или не железяка Железяка А ты зайди с другой стороны А ты все собой перекрыл Так В общем-то практически Держи Сейчас я подправлю Чуть-чуть Тут у нас баланс Понятный Мы больше туда магнит Тыкать не будем Где тут медя Хотя я не вижу Медя Она вот толщиной Четыре миллиметра Вот так вот Она